Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова. Я руководитель проекта СИФО Кафе «Финтакс Стоп», организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, в рамках сегодняшнего вебинара, который мы организовываем с нашим партнером аудиторской консалтинговой компании «Правовеста Аудит», мы разберем самые актуальные на сегодняшний день вопросы, с которыми сталкивается бизнес. В общем-то, как работать в условиях кризиса 2022. Разберем сегодня вопросы налогов, валютного контроля, ну и налоговые изменения, которые, несмотря ни на что, мы с вами должны учитывать в ближайшей отчетности. Друзья, сегодняшний вебинар будет состоять из трех частей, и в рамках каждой из этих частей будет посвящена отдельному вопросу. И мы, конечно, помимо плотной программы, которую подготовили наши спикеры, мы будем рады ответить и на ваши вопросы, поэтому обязательно задавайте их в чате прямо под онлайн-трансляцией. Воспользуйтесь этой прекрасной возможностью получить ответы на свои вопросы прямо здесь и сейчас из первых рук. А я рада вам представить нашего первого спикера. Друзья, это Наталья Наталюк, советник налоговой службы второго ранга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спором, аудиторская консалтная компания «Правовестаудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы. Наталья нам расскажет про то, что сегодня происходит в сфере налогового контроля, как выстраивать правильно сегодня взаимоотношения с контрагентами, что нужно учесть в договорах. В общем, поэтому я с радостью передаю слово Наталье и напомню, что ждем ваши вопросы в чате. Наталья, вам слово. Василя, спасибо большое. Дорогие наши участники, всем самое доброе утро. Ну, как сказала Василя, первая часть посвящена налоговому контролю и рискам, связанным с договорами, именно как работать с контрагентами, форс-мажор, изменение существенных условий договора и так далее. Вот, поэтому в первую очередь, конечно же, хотелось бы отметить налоговые меры поддержки, да, потому что здесь очень много таких вот важных моментов, связанных с мораторием на налоговые проверки. Есть определенные путаницы, потому что есть ряд постановлений, которые касаются именно иных проверок, и некоторые считают, что уже налоговые проверки запрещены. На самом деле это не так. Ну, как говорится, давайте обо всем по порядку. Что касается налогового контроля, ну, как уже у нас так сложилось, традиции определенные, да, поговорим о цифрах и фактах. Неспроста, потому что нужно понимать, что вообще обязанность по плате налогов, по соблюдению норм действующих законодательства, конечно же, никто отменять не будет. И всегда нужно держать ухо востро, несмотря на то, что жизнь вносит определенные коррективы. И вот, на мой взгляд, сейчас бизнес поделился, наверное, на три таких важных категории. Основные это те, кто считает, что, ну, да, сейчас самое главное выжить, и можно экономить на всем, что угодно, и можно забыть о нормах действующего законодательства. Ну, мягко говоря, это не так. Почему? Потому что в любом случае, если даже опустить руки, я думаю, что это не наш с вами случай, то даже если компания, да, довести ее до банкротства, нужно понимать, что нужно исключать риски, связанные с преднамеренным банкротством, связанной с инсидиарной ответственностью, руководитель или бухгалтеров. Ну, вторая категория, то есть это выжидательное, да, но сейчас посмотрим, как будет, что. Здесь в любом случае нужно соответствовать нормы действующего законодательства, в том числе, конечно же, и налоговые, учитывать все изменения и, если сказать, наверное, законные методы для того, чтобы где-то возможность экономить, найти соответствующие резервы, воспользоваться, в конце концов, льготами, преференциями, которые нам представляются в виде господдержки. Ну, и третья категория, действительно, которая видит уже и возможности в любой ситуации, развитие, как говорится, любой старт, новые направления, развитие, конечно, тоже требует определенной подготовки, в том числе и у проверки этой компании, все ли хорошо в плане учета, в плане наличия необходимой документации, разрешительной, соблюдательной нормы действующего законодательства для того, чтобы преподавать на какие-то преференции, в том числе и по господдержке. Что касается нашего любимого налогового контроля, ну, обратите внимание, вот неспроста, опять же, принимая эту тему по доначислению на одну выездную налоговую проверку. Мы с вами прекрасно помним период 2020 года, тоже, когда был введен мораторий на выездной налоговый контроль, причем, смею напомнить, что у нас камералки никто не отменял, и предпроверочный анализ в период моратория на выездной налоговый контроль действовали, работали замечательно. Все многие, наверное, многие отметили то, что получали соответствующие требования в представлении документов просто нескончаемо. Пояснение представить, описать ту или иную ситуацию в взаимоотношении с контрагентами, с рядом контрагентов. Ну, вот цифры говорят сами за себя. Смотрите, как раз мораторий 2020 год, до начисления они чуть не упали, особенно по Москве они даже выросли, это сравнение с 2019 годом. То есть, как говорится, наверстали, упущено, и мораторий, конечно, на протяжении целого года вводить никто не собирается, какой-то определенный промежуток времени. И в любом случае в этот определенный промежуток времени тоже действительно нужно соблюдать нормы действующих законодательств и быть уверены в налоговом здоровье своей компании. Как мы с вами часто говорим, не только для того, чтобы исключить налоговые риски, но, конечно, просто оставать себя как собственника, как руководителя, как бухгалтера по той же самой субсидиарной ответственности. Сейчас очень много вопросов задаются по банкротству, будет ли волна взрывная, такой вот рост банкротства в связи с тем, что вот эти вот ограничения, различные санкции и прочие-прочие моменты. Конечно, ситуация, как говорится, не из легких, но, тем не менее, тем не менее, давайте учитывать то, что все-таки господдержка должна быть и какая есть на сегодняшний день, о некоторых раз поговорим. А пока хочу сделать такой важный акцент, то, что говорят о субсидиарной ответственности за налоговые долги компании на сегодняшний день, именно за период даже 21 года, 22 год. У нас Федеральная налоговая служба является таким вот элитным кредитором и занимает второе лидирующее такое определенное место среди всех кредиторов. И действительно, по наличию числа компаний банкротств, как видите, Москва, Санкт-Петербург, Московская область просто лидируют. И очень часто именно основания для субсидиарки, для взыскания с руководителя собственников бутеров, то есть, ну, как говорится, растут выездные налоговые проверки. Так вот, давайте банкротство рассмотрим. Тема очень интересная. Налоговая служба с 9 марта, вот как раз на своем официальном сайте, опубликовала следующую информацию, то, что с 9 марта было принято решение о снижении, то есть, о перестановлении подачи налоговыми органами в заявлении о банкротстве должника. То есть, действительно, налоговые органы будут направлены на то, чтобы содействовать реструктуризации задолженности, применение каких-то процедур рассрочек, мировых соглашений и прочее. Ну, меня, в частности, заинтересовала в этой информации следующий такой вот момент, то, что указана дата, до которой ФНС не будет обращаться в кузы с соответствующими заявлениями, банкротить компанию. Когда что, непонятно. Но оказалось то, что на самом деле, вот, в Минэкономразвитии, действительно, нужно планировать вот эту вот историю, связанную с мораторием на банкротство должников, налоговых должников. И на сегодняшний день Федеральная налоговая служба все-таки дала свое добро на то, чтобы не банкротить налоговых должников. И Минэкономразвитии говорит о том, что будет введено, с мораторией полугодовой, да, с момента вступления, скорее всего, в силу соответствующего постановления. И Федеральная налоговая служба сказала, окей, мы согласны на полугода моратория на банкротство, но нужно, чтобы вот этот вот документ, он не имел обратной силы и не начнет действовать, раньше дать публикацию соответствующего постановления. И во время его действия, внимание, не будет вот этот мораторий приостанавливать исполнительные производства. Мы с вами прекрасно понимаем, что, конечно, замечательно, когда есть мораторий на банкротство, но если исполнительное производство не застоплено, получается, что все, что было раньше, да, у нас имитированы эти процедуры, они, естественно, будут дальше продолжаться. И, соответственно, налоговая служба настаивает на том, чтобы вот то исполнительное производство, взыскание, которое возникло до моратории, его трогать нельзя. То есть, как говорится, механизм запущен, все, это будет работать. Я надеюсь, что до конца недели, где-то, наверное, на следующей неделе мы с вами получим соответствующие разъяснения, и, скорее всего, вот эти два условия, выставленные Федеральной налоговой службы, они тоже будут учитываться. Еще что немножко напрягло. напрягло то, что до вот той информации, которая появилась на сайте налоговой службы, где-то, наверное, даже вот 5 марта был зарегистрирован такой вот скачок, не бывал, и подача заявлений о банкротство компании налогоплательщика страны Федеральной налоговой службы. Вот 5 февраля где-то 150 заявлений было подано. Ну, действительно, очень большое количество, этого только в Москве, по другим регионам, но, видимо, попытались не наверстать то, что потом может быть упущено, тем более, что на предыдущие моменты не будет все это распространяться, и дополнительный производство тоже здесь как раз с этим и связано. Следующий момент о работе правоохранительными органами. Конечно, нас всегда с вами волнует уголовная ответственность за неуплату налогов, потому что мы уже с вами привыкли, что очень часто материалы проверки, повызновые налоговые проверки, да, передаются в следственные правоохранительные органы, либо в возбуждение уголовного дела. По статистике, чаще всего, по главной ответственности, по той же статье 109 УК РФ за неуплату налогов, привлекают руководителя, либо второй вариант руководитель, плюс бухгалтер компании. Там и финансовая ответственность, определенные штрафы, там и сроки. В большей степени, да, условные сроки освобождают где-то там, допустим, по мисте и прочие-прочие моменты, но самые реальные сроки получили пока, слава богу, только единицы. Но что важно помнить, что если освобождение этой уголовной ответственности произошло по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть, допустим, мисте и прочие какие-то моменты, то сохраняется факт признания вины в неуплате налогов. А это может способствовать для следующего шага, чтобы в рамках той же самой социалерной ответственности более легко взыскать того же самого руководителя-бухгалтера налоговые долги компании, которые сама компания не в состоянии погасить. Так вот, уголовная ответственность. Много возникало вопросов, а что же здесь? Оказывается, а не будет ли какого-то тоже определенного моратория на запреку избреждения уголовных дел? Нет, такого моратория нет, но что мы с вами имеем на сегодняшний день? Федеральный закон от 9 марта 51 ФСЗ внесли соответствующие изменения в 141 и 144 статью Уголовно-профессионального кодекса. Согласно данным изменениям, мы, в принципе, с вами вернулись в ситуацию где-то в 2011-2014 года, когда уголовные дела по налоговым преступлениям могли возбуждаться только на основании материалов налоговых органов. Мы с вами помним, что до этого момента у нас сами представители правоохранительных органов, следственный комитет, помогли, в принципе, инициировать уголовное дело, и даже там налоговая инспекция, мнение там порой не нужно было, и по заявлениям от так называемых доброжелателей тоже были вот эти моменты, да, о том, что нужно проверить компанию, вот есть моменты о неплате налогов, и прочие-прочие моменты. Итак, получается, что на сегодняшний день, сегодняшний день для того, чтобы возбудить уголовное дело за неуплату налогов, в частности, составу по налоговому, обязательно должны быть материалы проверки налогового органа. В принципе, это, конечно же, хорошо. Смею, опять же, вам напомнить, что для того, чтобы возбудить уголовное дело за неуплату налогов, здесь должны быть соответствующие категории, то есть нарушения. Например, неуплата налогов от 15 миллионов рублей до 13-го года подряд, это действительно при наличии или иные соответствующие, да, там, руководители, бухгалтера, конечно же, имеет основание для того, чтобы возбудить уголовное дело за неуплату налогов. Это от 15 миллионов рублей, это за крупную сумму, крупная сумма неуплаты налогов. А от 45 миллионов рублей, это считается уже, так же, за 13-го года подряд, это уже особо крупная сумма. Вот такие вот дела. То есть мы сегодняшний день по уголовному, по уголовным делам за налоговые преступления имеем только лишь такое изменение, действительно, поддерживать все-таки будет то, что для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны материалы проверки от налоговых органов. Дальше. Дальше у нас с вами есть федеральный закон от 8 марта, 46 ФЗ. Как раз вот здесь и возникает путаница. Данный федеральный закон предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Да, здесь предусмотрено также получение лицензии, разрешение, бессрочное пользование, упрощенную процедуру каких-то, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. И соответствующий дальше шаг этого федерального закона это то, что введен правительством мораторий на проведение плановых проверок в компании индивидуальных предпринимателей. Замечательное постановление 10 марта следующего года, 336. И вот здесь я видел немало публикаций, где как раз говорили, все, налоговые проверки можно забыть, моратория распространяется абсолютно нет. Нет и нет. Почему? Потому что на самом деле вот то, что касается постановления правительства 336, оно как раз распространяется на контрольные мероприятия любые, как говорится, иные, которые все-таки не касаются налогового контроля. Но налоговый контроль регулируется иными законами. И налоговым законодательством, и оно не подпадает под соответствующее постановление. Но здесь тоже есть определенные плюсы. Обратите внимание, то есть мораторий на проведение проверок. Конечно же, в любом правиле есть исключения, здесь тоже они подвусмотрены. То, что внеплановые какие-то проверки, мероприятия допускаются в исключительном случае, но они должны быть, если есть угроза жизни, причинение тяжкого вреда здоровью к гражданину, обороне страны, безопасности государства и прочее, прочее, прочее. Внеплановые проверки могут проводить поручения президента, правительства РФ, прокуратуры и так далее. Но хочу привести примеры жизни. Опять же, наша компания, вот у нас проверка, да, соответствующая, поскольку мы аудиторская компания, мы являемся членами СРО, то есть у нас соответствующую проверку инициировали. Как аудиторскую компанию. И мы же знаем, что если постановление 10 марта, как раз нам пришли казначейство 10 марта, начали проводить проверки, да, есть соответствующие документы, соблюдаемое соответствующее законодательство. И получаем вдруг такой подарок о том, что в рамках именно действия данного постановления проверка, она просто прекращается. Все прекращается, и можно дальше спокойно продолжать свою деятельность. Это один из таких сигналов, очень много обращаются компаний, которые говорят, что да, проверки были инициированы, очень много, 10, 11 даже уже марта, они просто вот эти проверки прекращались, заканчивались, и какие-либо контрольные мероприятия просто не проходили, и сказали, что да, данное постановление связало нам соответствующую руку. Поэтому кошмарить бизнес все-таки исходя из этого постановления 336-го не будет. Что касается налоговых проверок, давайте посмотрим историю, как развивается. У нас есть на сегодняшний день федеральный закон 52 ФСЗ от 9 марта, который вместо изменения в стадии 4, 45, часть 1 налогового кодекса. То есть у нас предоставлено право правительству РФ выносить соответствующие постановления, принимать соответствующие решения о продлении сроков по плате налогов, представлении декларации, бухгалтерской отчетности, по переносу сроков, допустим, полностью отмены налоговых проверок, по продлению сроков представления каких-то, допустим, сведений. Но пока конкретного документа, соответствующего постановления, касающегося, допустим, того же самого моратория на налоговые проверки, ибо по отсрочке платежей, опять же, для кого? Для определенных отраслений, для особых пострадавших от санкций, скорее всего, будет в этой ситуации. Поживем, как говорится, увидим. Но, тем не менее, я думаю, что на следующей неделе, а может быть, даже на этой, мы все прекрасно с вами знаем, что просто шквал, вот этот информационный поток идет, постоянно, кстати, мы мониторим с моими коллегами, поэтому заходите на наш сайт, у нас есть телеграм-фаналы, и буквально в режиме онлайн, как только получаем соответствующую информацию, в том числе и по налоговым контролям, по господдержке, обязательно публикуем, и даже соответствующе даем свои комментарии экспертные. Что касается моментов, связанных с непреодолимой силой. О смажор, как принято говорить, что связаны непосредственно с налоговым контролем. Пока у нас нет соответствующего постановления о правительстве, которое предоставляет законные права на откручку платежей, ну, давайте вспомним тогда статью 64 налогового кодекса, которая говорит о том, что при недостаточности налогоплательщика денежных средств и с подчинением ему ущербов, постмажором, то, что у нас происходит на сегодняшний день, есть возможность получить откручку на сумму, не превышающую стоимость учебных активов, то есть рассрочка по плате соответствующего налога. Подается она Федеральную налоговую службу, которая предоставляет ФНС до трех лет, возможно получить откручку-расрочку платежей по федеральным налогам или УФНС, например, УФНС по Москве для получения региональных соответствующих налогов от срочки по плате на год. Вот такие вот моменты есть в законе на сегодняшний день. Вообще у нас есть очень интересный сервис, пожалуйста, можете воспользоваться, интерактивный помощник по порядку получения отсрочки и рассрочки, можно воспользоваться и посмотреть, как это можно. Соответствующие письма тоже, пожалуйста, есть. Когда, например, доступны введения торговых санкций, чем нужно руководству, есть разъяснение Минфина, тоже вам привели. И когда, согласно которым, в качестве документов, подтверждающим факт наступления в отношении конкретного налогоплательщика компания, связанная с форс-мажором, может, торгово-промышленная палата, ТПП, как мы с вами говорим, дает соответствующийся указ о форс-мажоре. Причем на сегодняшний день тоже есть соответствующие публикации на сайте ТПП о том, что, да, будут выдаваться соответствующие сертификаты, причем на бездознительной основе. Пойдем дальше. Что есть на сегодняшний день? Вот эти региональные меры поддержки бизнеса. На официальном сайте правительства РФ есть следующие моменты. Как раз будут приняты мероприятия по снижению ответственности за нарушение валютного законодательства. Это замечательно. Об этом сегодня сказали. По поддержке и по риску валютного законодательства сегодня Анна будет говорить о своем выступлении. Также предусматривается моратория на возбуждение дела банкротства. То, что про банкротство, мы с вами уже говорили. Есть пока по налогам 9 марта. Ну, вот я думаю, до конца этой недели. Следующий мы с вами получим уже просто мораторий на полгода будет вводиться. Есть еще интересный законопроект на сегодняшний день, который предлагает целый такой вот пакет изменений налоговой поддержки для бизнеса. Что бы я хотела отметить? То, что, например, в текущем году, в 23-м году планируется в отношении компаний не применять нормы о повышенном размере пенни с 31-го дня просрочка. Ну, замечательно. В отношении услуг по представлению места для гостиничного бизнеса. Нулевая ставка ПНДС сроком на 5 лет. Также нулевая ставка ПНДС в отношении услуг по представлению в аренду, управлении, на ином праве, объекта туристической индустрии, и введенную в эксплуатацию после 1 января 2022 года. По транспортному налогу тоже, наверное, многие слышали, что с 2022 года повышающий коэффициент, так называемый, нарост, жда транспортный налог только для транспортных средств стоимости свыше 10 миллионов рублей, сейчас вот свыше 3 миллионов рублей и прочие моменты. Сейчас кому интересно, может посмотреть, кстати, и Виктория, моя коллега, тоже, я думаю, что затронет немало новелл связанных с налогами. Что касается следующего момента, это вот поддержка автопроизводителей, кстати, здесь по утилизационному сбору конкретно есть постановление 4 марта 287-е, здесь отсрочка по срокам уплаты утилизационного сбора за 1 и 3 кварта 2022 года до соответствующего перенесенного срока на декабрь. Вот эти вот моменты, они есть, ну, хотя бы что-то. Будем ждать более действенной меры поддержки. Блокировка счета. Тоже очень важный вопрос. Блокировка налоговыми органами, счета налогоплательщиков. Принято решение, что до 1 июня текущего года принять налоговые органы не будут принимать решения о постановлении операций по счетам в банке. Да, и поэтому, ну, здесь нужно опять же действие от самого налогоплательщика. Если вдруг произошла блокировка счета, то налогоплательщик, он должен обратиться в инспекцию по месту учета и соответствующим заявлением об отложении мер в выткании денежных средств с его расчетного счета в рамках 46-й статьи НКРФ. Говорит, что действительно ущерб из-за постановленных обстоятельств из-за того, что введены санкции и прочие-прочие моменты, они, конечно же, повлияли на его деятельность. Далее, что касается валютного законодательства, налоговые службы приостанавливают проверки свиньи валютного законодательства. Вот здесь вот вообще некоторые просто расслабились. компании, представители бизнеса говорят, ну здорово, смотри, вот написано, что на сайте налоговые службы о том, что приостановлен контроль за валютным законодательством страны ФНС. Как же это замечательно? Не совсем все так просто. Во-первых, вот этот вот запрет, скажем так, приостановления, опять же, будет мораторий на проведение проверок, связанных с введением валютного законодательства, распространяется только лишь о нарушениях, которые предусмотрены соответствующим федеральным законам о валютном регулировании, валютном контроле. Да? Ну, например, вот как привела на слайде, вот зарплаты иностранцам наличными, штраф у нас есть, там от 75 до 100% от суммы, которая была выплачена. Но нужно понимать, что само вот это вот ограничение, мораторий на валютные, скажем так, проверки со стороны ФНС, они не распространяются на ограничениях, которые были введены, эти ограничениях на указы президента. Два самых известных указа, 79 и 81, 28 февраля, о чем как раз подробнее расскажет сегодня Александра, то есть это как раз о продаже 80% полетной выручки, о запрете операции по займам и ценным бумагам с компаниями из недружественных стран. То есть здесь получается, что вот это как раз самое основное больное, что контролировать обязательно будут. Но налоговые органы могут принимать, кстати, во внимание фактически обстоятельства определенные, соответствующие вина, то есть смогли ли выручку продать, вовремя не делали вот эту валюту, 80% продажи было или не было, по каким причинам есть соответствующие инвестивные основания, подействовали как-то санкции, как в качестве смягчающих, либо вообще можно освободить от ответственности, но вот налоговый орган нам говорят, что да, возможно, будем как-то, видимо, помягче подходить к валютному контролю. Мы поживем и увидим, пока вот практики такой нет, но по крайней мере компания очень сильно жалуется, что не по их вине, да, вот денежные средства как раз касается 80% валютной выручки вовремя, допустим, там реализовать не получилось и не по вине, а по вине там банков, еще какие-то, какая-то лакита, тем не менее, на каком основании, если что, вдруг их будут привлекать к ответственности. Кстати, если вообще такая ответственность, тоже вопрос очень сильно интересный, но я думаю, что об этом как раз интригу такую она расскажет. Что касается договорных рисков, договорные риски, здесь, конечно же, самый шквал вопросов связан, а сейчас же постмажорные обстоятельства, а что делать, сейчас будут риски не платежей, как с нашей стороны, как с стороны контрагента. Ну, опять же, торгово-промышленная палата 9 марта выпустила два приказа, 24 и 25, согласно которым в период с 10 марта по 30 апреля будет торгово-промышленная палата, будут организовываться работы на бесплатной основе, как вам говорила, выдавать соответствующие документы, свидетельства, подтверждающие и обстоятельства непреодолимые силы, форс-мажорные, по договорам, контрактам, у рамках внутри российской экономической деятельности, внутри России, также и по внешнеторговым контрактам тоже обязательно будет, вот соответствующий 24 и 25 приказ, он есть. Поэтому нужно обращаться абсолютно тоже на безвозмездной основе, будут оставлять соответствующие сертификаты, свидетельствование о непреодолимой силы, то есть форс-мажор. Дальше, что касается форс-мажор, первое, как раз, о чем говорят многие юристы на сегодняшний день, они являются, то, что сегодня происходит, то есть эти всевозможные санкции, небывалые, да, и которые очень сильно отражаются на деятельности многих компаний, практически всех, вот что у нас происходит, вот могут, можно ли будет в такой ситуации, например, использовать вот эти вот скачки курсовые, то, что экономический кризис как основание существенных изменений обстоятельств, применять статью 451 ГК РФ и на основании этих обстоятельств попытаться изменить условия договора, да, там, либо расторгнуть вообще договор, если он мне неудобен, потому что в момент заключения договора, это логично, да, я все-таки думала, что будет одна ситуация, претендовала на одну, соответствующую, например, выгоду, а я ее не получаю в связи с тем, что, то есть, какие-то непредвидимые обстоятельства, они произошли, и мы не могли предвидеть разумно о том, что это вообще на самом деле произойдет то, что мы с вами сейчас переживаем. Вот, поэтому здесь, что касается вот существенных изменений обстоятельств по 451 ГК РФ, что касается форс-мажорных обстоятельств, сразу просто, чтобы было понятно, нужно понимать, что каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Нужно бы сказать, что это форс-мажор действительно, для конкретно, что действительно невозможно было предугадать. Почему? Потому что на сегодняшний день тот багаж знаний, то судебную практику, которую мы с вами имеем, например, форсовые скачки валют, экономический вот этот вот какой-то кризис, допустим, общеизвестный, но тем не менее в большинстве своем, исходя из судебной практики, часто не признаваться существенным изменениям, да, изменения условий, либо форс-мажорными. Такой судебной практики достаточно много, она будет в презентации, можно будет подробно ознакомиться. Например, очень часто по расторжению договора арены, обратите внимание, сразу же указывается, что инфляция, финансовый кризис, резкое ухудшение финансового состояния, изменение курса валют и другое не являются существенными изменениями обстоятельств в смысле 451 статьи. Не признавали. Конечно же, очень многие эксперты, юристы отмечают, что то, что судебная практика сложилась раньше, она касается ситуации, которая несколько, мягко говоря, отвечает. Но тем не менее, когда отстаивают свои интересы, попытаться изменить условия договора, попытаться расторгнуть договор, поскольку невыгоден, а порой уже просто, скажем так, может привести к тому, что он не получил то, что я хотел, либо не могу исполнять обязательства в силу того, что есть какие-то постмажорные обстоятельства. В любом случае, я думаю, что практика будет формироваться, поверем, увидим. Может быть, суды все-таки будут по-другому смотреть, но тем не менее, помимо отрицательной практики, нашли, вот постарались, есть еще и положительную. Динамику курса валют, смотрите, то, что красной десылается, не является основанием для изменения условия договора. Таких вот примеров очень и очень много. Можно посмотреть, мне хотелось бы о хорошем, как говорится, да, например, вот смотрите, что в исключительных случаях, я думаю, что возможно, как только наши теперешние ситуации, суды, вот, например, пришли навстречу страдавшей стороне, и они посчитали существенным изменением обстоятельств, которые, хотя находились в сфере вроде разумного контроля участников оборота, да, это вот экономический кризис, то же самое здесь. При этом, если на дальнейших условиях, которые закреплены в договоре, продолжать так работать, извините, они излишне обременительны и приведут, ну, мягко говоря, что не в анкровскую компанию в этой пострадавшей стороне, поэтому заранее невозможно было предугадать, и поэтому посчитали, в частности, по аренде здесь, что все-таки можно говорить, что это существенные изменения, можно расторгнуть в договор. Причем, обратите внимание, что было замечено исходя из-за практики, которые есть. Например, существенные изменения обстоятельств, вот это колебание изменения курса валют, что сейчас как раз мы с вами переживаем, было признано действительно существенным изменением, с возможностью там внести изменения в договор, либо полностью расторгнуть его, если вот этот курс валют, это резкий и многократный скачок, то с учет вот этих конкретных обстоятельств дел, увеличение уровня инфляции курса валют является существенным условием обстоятельств, поэтому можно носить коррективы, либо расторгать договор. Это что касается оплю. Но вообще, вот исходя из и те же моменты как раз не по постмажору, по нашей любимой 401 статье ГК РФ, да, здесь то, что постмажор нас чем отличается? Тем, что как бы просто невозможность исполнять договорные обетства и не могли тоже самое предвидеть то, что в такой ситуации. По постмажору здесь самое важное перечитать, что у нас есть действующие договора. То есть как нужно уведомлять, какой срок о том, что действительно чувствую, что этот постмажор действительно, как говорится, бабах, но ничего от меня не зависит, что не смогу исполнить обязательство по договору, предупредить другую сторону. Это очень важно, потому что очень часто именно в разделе договора мы постмажор прям все прописаны. На сегодняшний день очень важно как раз соблюдать требования, то, что указано и в договоре. Что касается постмажора, здесь важно доказать, что чрезвычайность, непредократимость обязательно. признаются постмажорами, но по постмажору помните вот эти вот, скажем, изменения, которые произошли из-за коронавирусных, скажем, влияния, они все-таки были признаны, в том числе торгово-промышленной палате, постмажорными обстоятельствами. Я думаю, что наша сегодняшняя ситуация, конечно же, тоже не будет исключением, тем более, что торгово-промышленная палата, как я вам говорила, уже вела бесплатные выдачи свидетельствования о постмажоре. Поэтому, что касается таких вот моментов, связанных по судебной практике, здесь тоже очень много и отрицательных, конечно, но и тем не менее положительную практику хочу озвучить, что, например, постмажор, как раз уж касается сегодняшней ситуации, запретительные меры государства, как мы с вами сейчас говорим, недружественных, запрет торговых операций, в том числе отдельными странами вследствие принятия международных санкций, является обстоятельствами для доли мысля. Однозначно получать соответствующий форс-мажор и есть соответствующие постановления правления ТПП. Пожалуйста, посмотрите. Поэтому, я считаю, что сегодняшняя ситуация будет приравнена к постмажорам однозначно, поэтому следствия соответствующих нужно получать и пользоваться соответствующими льготами, господдержкой, и не забывайте о действующих договорах, потому что я считаю, что на сегодняшний день, как раз, все, что касается риски неплатежей, то, что курса валют, попытаться по-любому нарешить своим контрагентам в каком-то определенном контенте, нежели видеть, как говорится, в суде. Ну, если уж не нашли золотую середину, да, сломанного решения невозможно принять, ну, тогда, конечно, да, доказывают, что есть чрезвычайность, непредвидимость, непредотвратимость ситуации, что постмажоры повлияли и ничего мы с вами сделать не могли. Есть соответствующие рекомендации, как раз о чем я вам уже говорила, перечитывайте, пожалуйста, соответствующие постмажоры, новый договор, когда будете заключать, тоже уделяйте особое внимание постмажорным обстоятельствам. И вообще на сегодняшний день, опять же, как резюме, хочу сказать о чем? О том, что в плане налогов, налоговых обязательств, налогового контроля однозначно расслабляться не стоит. Я думаю, что те цифры, которые привела я еще за 20-й год, когда были связаны как раз эти меры по защите от коронавируса, мораторий и прочие-прочие моменты, они все-таки, ну, сильно на налоговый контроль как-то не повлияли. Это раз, все-таки наверстали, как говорится, упущенное, перепроверили, посмотрели, доначислили. И более того, есть такой акцент по смещениям доначислений бюджет не только в рамках выездного налогового контроля, но чаще всего в рамках предпроверочных. Поэтому предпроверку, конечно, никто не будет отменять, я думаю, что поэтому требования поставления документов, информации тоже здесь нужно держать и по востро. То, о чем мы часто с вами говорим, есть и моменты, связанные с тем, что пытаются налоговые органы незаконно получить какую-то информацию, да, купить информацию, проверяют, а потом, как только мораторий заканчивается, то же хвал выездных налоговых проверок очень сильно эффективен. Поэтому, конечно же, соблюдаем действующие законодательства, если хочется сэкономить только соответствующие преференции законные. Очень часто, кстати, когда мы проводим в том числе аудит или выявляем налоговые риски у компании, мы часто находим и резервы, которые компания не подозревала, что позволяет сэкономить очень существенно. И, естественно, мы радуемся тоже вместе со своими компаниями, когда есть такие соответствующие резервы. Я думаю, что наступило как раз время, даже, конечно, однозначно сейчас никто не расслабляется, в том числе есть возможность, определенные возможности проверить более углубленно, да, именно что касается таких вот моментов, связанных с учетом, с налоговыми рисками и делать полезным свой аудит. Например, у нас большой спектр вообще аудиторских услуг, в частности, у нас есть оптимизационный аудит. Мы тоже очень быстро перестраиваемся, идем в ногу, то есть стараемся опередить, как говорится, время. Поэтому на сегодняшний день мы можем определить, где лучше сократить расходы в рамках действующего законодательства, не нарушая их. Поможем сократить дебиторку, посмотрим риски договорные с контрагентами, налоговые риски, чтобы их нивелировать ни в коем случае, чтобы не попасть ни под налоговые контроли, ни попасть под разбирательство с контрагентами. И, конечно, сэкономить, сохранить компанию, лучше еще дальше развиваться. Ну что ж, также, как я вам оговорила, мы в режиме буквально онлайн 7 на 24 отслеживаем все новости, поэтому, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы есть в Яндекс.Дзен и прочий момент, вот ссылки есть, QR-коды. Пожалуйста, проводим вебинары, все для вас, стараемся, чтобы были в курсе всех изменений, держали руку на пункте. Основные моменты попыталась изложить. Василя, если есть вопросы, пожалуйста, присылайте. Вопросы, думаю, есть. Я постараюсь, да, я постараюсь ответить на вопросы, то, что есть. Если вопросов очень много и будут они приходить дальше, я буду отвечать в чате, обязательно ответ вы тоже получите. Так, Наталья, какие риски применения форс-мажора? Могут ли отказать в представлении соответствующего сертификата? Надежда, ну, риски, опять же, смотрите, какие. Форс-мажор. Если, опять же, вспоминаем с вами 2020 год, когда только вся эта история начиналась, когда до выдачи сертификатов, да, были определенные сложности доказать, что действительно на мою деятельность, лица моей компании повлияли вот эти вот определенные меры о том, что невозможно было вести деятельность и точек-точек момента. На сегодняшний день у нас ситуация более серьезная, особенно связанная с очень серьезными санкциями, введенные для России, введенные для российского бизнеса. Поэтому по форс-мажору, в том числе, как обещают представители торгово-промышленной палаты, проблем быть не должно. И тем более, как мы видим, еще и безвозмездно данный терпикат представляет. Поэтому, Надежда, я надеюсь, что все-таки сложности быть не должно. Но единственное, что, конечно же, будет возникать вопрос, а действительно ли в вашей компании конкретную деятельность попадает в эти, скажем, санкции, оказалась в ситуации форс-мажорной. Да или нет. Но в большинстве случаев, я думаю, что будут подтверждать. Где-то прошла информация, что хотят принять упрощенную процедуру ликвидации организации, если у нее нет долгов перед бюджетом. И она хочет ликвидироваться. Налоговая сможет ее закрыть в течение трех месяцев по упрощенной процедуре. Действительно ли так? Ирина, в первую очередь, я хочу сказать, знаете, о чем о том, что действительно большой поток информации. Нам с вами нужно отсеивать, наверное, зерна от плевел, как говорится, и искать истину. Очень много фейков, попросту говоря. Пока действительно информацию я такую тоже видела, но каких-то даже наметок, либо опуждений каких-то официальных на уровне ФНС в этой части я не видела. Разговоры есть, да, но пока официально, потому что тоже сама лично отслеживаю всю информацию, в том числе, что касается федеральной налоговой службы, но вот об этом информации пока официальной нет. Живем, увидим. Как только будет информация на Телеграм-канале, на нашем сайте обязательно будет. То есть именно у нас она вот сто раз проверена, и мы пишем то, что действительно на самом деле есть на сегодняшний день. Нужно вот оговаривать именно, что на сегодняшний день, потому что, когда говорят, а можно ли делать прогнозы там на неделю, на две недели, на год и так далее, но на сегодняшний день, наверное, такая ситуация, что нет, вот такие вот долгосрочные прогнозы мало исторически делать. Перспективы международного налогового планирования. Какие, как, Марина, я к этому отношусь, каковы перспективы? Ну, наверное, скажу просто в двух словах. Надеюсь, что перспективы будут более рады, будут более, наверное, такие вот радужные, и все-таки вообще оно будет нужным и необходимым, а не только у нас будут с вами сделки, скажем так, внутри компании, и будем терять наших любимых контрагентов, потому что это основная такая боль. Интересно, очень многие контрагенты, как говорится, отваливаются, либо бизнес начинает уходить из тех недружественных стран и территорий, вынуждены это делать, потому что есть такие вот не очень хорошие моменты для деятельности компании. Да, и очень много, кстати, из Европы, вот и коллеги говорили из Италии и прочих, прочих моментов. Но будем надеяться, что все-таки это будет актуально на ближайшие год-два и на дальнейшее время тоже. Но пока вот не будем закрывать эту тему. Не хотелось бы, да, что касается международного планирования. Так, то есть расторгнуть договор аренды можно без штрафных санкций. Ну вот однозначно, Юля, я так не могу сказать, потому что в первую очередь я не вижу ваш договор аренды. Все сугубо индивидуально. Для того, чтобы дать однозначный ответ, нужно ознакомиться с вашим договором, какие есть условия, прочие моменты, да, и действительно ли повлияла та или иная ситуация, в том числе и постмажорная, или, мы говорим о существенных изменениях обстоятельств, на наши взаимоотношения с арендодателем. Так, потому что судебную практику, вот обратитесь к распространенным санкциям, и, кстати, в презентации Юли, она и есть, очень много примеров именно по аренде, потому что в 2020 году вот этой эпопеи как раз по аренде действительно очень много было споров. Там, кстати, отказов очень много было и по постмажорам, и по существенным изменениям условий, поэтому мы с вами сейчас можем только предполагать, будем надеяться, что все-таки история будет другая, более позитивная, потому что есть серьезные ограничения, еще раз скажу, что не было в 2020 году, и все-таки будем надеяться, что это будет финноваться постмажором. А так, если есть вопросы конкретно по вашим договорам, пожалуйста, вы там пишите, звоните, всегда открытые к общению, тем более, что у нас есть и поддержка тоже антикризисная, поэтому действительно мы отвечаем на вопросы, пишите, звоните, постараемся обязательно помочь. Спасибо большое, передаю слово своим коллегам. Да, Анне. Анна, здравствуйте. Василия. Добрый день, Наталья. Да, Наталья, спасибо огромное. Друзья, я вижу вопросы по поводу презентации, Наталья, обязательно видеозапись и презентация наших сегодняшних спикеров будут вам доступны. Мы их опубликуем прямо на этой странице, где вы сейчас смотрите прямой эфир, и сделаем отдельную рассылку после того, как опубликуем, и материалы будут доступны. Поэтому обязательно все материалы вам будут доступны, и контакты наших спикеров тоже вы сможете с ними, если после эфира появятся какие-то дополнительные вопросы, уже напрямую обсудить. А мы с вами движемся, друзья, дальше, и наша следующая тема касается валютного законодательства. В этой сфере произошло очень много изменений, происходит постоянно в последнее время, поэтому мы попросили рассказать нам подробнее, как применять эти инновации нашего следующего спикера. Анна Александрикова, руководитель юридического отдела компании Freelance Company. Анна, с радостью передаю вам слово. Спасибо, Василия. Добрый день, коллеги. Я представляю компанию, транспортно-экспедиционную компанию. Мы предоставляем услуги международной логистики. Также в группе компаний есть компания-импортеры, поэтому, в общем-то, вопрос валютного регулирования для нас важен, и мы вынуждены в это достаточно глубоко погружаться, дабы избежать нарушений нынешнего законодательства, которое действительно очень стремительно изменяется. Надо сказать, что с продажи валютной выручки российский бизнес, он знаком был и ранее, в частности, после августовского дефолта 98-го года, норматив продажной валютной выручки достиг 75%. То есть, как мы все понимаем, это инструмент регулирования валютного рынка в условиях высокой волатильности валют. Так вот, в процессе стабилизации экономической ситуации норматив потихоньку снижался и достиг нуля, и с 2007 года был, в принципе, отменен. Сейчас, в условиях очередного кризиса, появился указ президента от 28 февраля 2022 года. Называется он «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувшей к ним иностранных государств и международных организаций». В соответствии с данным указом, иностранная валюта, поступающая на счета в уполномоченных банках по внешнеторговым контрактам с нерезидентами в оплату товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с 28 февраля подлежит обязательной продаже в размере 80%. Срок продажи – непозрение трех рабочих дней со дня зачисления валюты на счета в банках. Надо сказать, что требования распространяются абсолютно на всех резидентах, являющихся стороной внешнеторгового контракта. Напомню, что в соответствии со 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле, резидентами являются граждане РФ, иностранные граждане и лицами с гражданами, проживающими в России на основании жительства, ну и, естественно, также российские организации, в том числе профессиональные участники ВЭД. Поэтому на вопрос, требуется ли ИП индивидуальным предпринимателям, попадают ли они по требованию данного указа, ответ положительный – да. В рамках указа мы получили дополнительные разъяснения ОЦБ. В частности, данные разъяснения дают ответы на следующие вопросы. Во-первых, как же производить фактически расчет этих 80%? Надо сказать, что расчет производится участникам ВЭД самостоятельно. На данный момент банки не представляют каких-то специальных инструментов, калькуляторов для этого, поэтому все производится в ручном режиме. Необходимо определить экспортную выручку, которая поступает вам на счет, умножить ее на коэффициент 0,8, вы получаете таким образом объем выручки, которая подлежит продаже. Отмечу, что авансы от нерезидентов также считаются валютной выручкой. Как продать валютную выручку? Отвечает, ну, на этот вопрос отвечает инструкция Банка России. Ничего не меняется на самом деле. 111-я инструкция. Необходимо оформить распоряжение на перевод средств с транзитного счета, указав, что не менее 80% суммы необходимо перевести на свой расчетный счет в рублях. Если валюта уже зачислена на расчетный счет, необходимо оформить поручение на продажу валюты. К вопросу, по какому курсу продается валютная выручка. Отмечу, что специальных требований о курсе обязательно продажи части валютной выручки не установлено. Продажа должна проводиться по рыночному курсу. Но, вероятно, предполагаю, что участие клиентов банков могут быть установлены индивидуальные тарифы и, соответственно, могут применяться индивидуальные курсы. Но это все зависит от индивидуальных тарифов конкретной организации. Можно ли продавать валюту частями? Да, продажа валютной выручки частями возможно, но 80% суммы должны быть проданы в течение трех рабочих дней с момента зачисления денежных средств на счет резидента. Наверное, в условиях высокой волатильности валют три дня может быть на самом деле существенным сроком и есть смысл дробить выручку для того, чтобы поймать наиболее выгодные курсы для себя. Какие виды иностранных валют подлежат обязательной продаже? Тут ответ, в общем-то, стопроцентный, что обязательной продаже подлежит часть валютной выручки, полученной от нерезидентных в любых видах наименованиях иностранных валют. Также возникает следующий вопрос. Можно ли использовать экспортную выручку для дальнейшего перечисления по импортному контракту иностранному контрагенту? Это был, конечно, хороший вариант для большинства участников внешнеэкономической деятельности, но, к сожалению, ответ отрицательный. Необходимо сначала продать 80% выручки, а для дальнейшего перечисления по внешнеторговому контракту нужно купить валюту в требуемом объеме. Что касается процедуры валютного контроля, применительно к требованию продажи экспортной выручки, она остается прежней, чтобы перечислить выручку с транзитного счета необходимо, когда ставят распоряжение, а также обосновывающие документы для валютного контроля. Простите, пожалуйста, у меня немножко приболело, поэтому не очень приятно, наверное, меня слушать. В заключении отмечу, что требования указа в обязательной продаже части валютной выручки распространяются на всех участников ВЭД, в том числе и резидентов экономической зоны в Калининградской области. То есть исключений в данном случае не предполагается. Что касается запретов и ограничений в рамках указа номер 79 и 81, надо сказать, что российским компаниям теперь запрещено предоставлять нерезидентам займы в иностранной валюте. С 1 марта запрещено передавать нерезидентам денежные средства в иностранной валюте как по вновь заключенным договорам займа, так и по действующим на указанную дату договорам займа. Передача денежных средств в иностранной валюте нерезиденту в рамках исполнения действующих договоров займа, заключенных до 1 марта текущего года, подлежать немедленному прекращению. Другими словами, с 1 марта нельзя не только исполнять свои обязательства перед нерезидентом по выдаче ему займа, но и по возврату долга нерезиденту по валютному займу. При этом запрета на получение от нерезидентов иностранной валюте в рамках договора взайма не предусмотрена. Иначе говоря, операция по возврату нерезидентами займа, оплате сумм процентов или штрафных санкций по такому займу проводится в обычном порядке. Также резиденты не ограничены в возможности получения займов от резидента. Кроме того, налагается запрет на зачисление резидентами иностранной валюте на свои иностранные счета. Согласно пункту Б, части 3 указа, с 1 марта 2022 года запрещается зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета-платы, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банков и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Исходя из прямого прочтения вышеизложенного положения, мы понимаем, что на самом деле запрет однозначно касается переводов иностранной валюте, совершаемых резидентов, между своими собственными счетами. В частности, резиденту запрещается переводить иностранную валюту из России и с других иностранных счетов на свой первый счет, открытый в иностранном банке, второй иностранный счет, открытый в инорганизации финансового рынка, например, брокерский счет, а также запрещается зачислять денежные средства на свой иностранный кошелек. Ну, как мы понимаем, речь идет о таких иностранных кошельках, как WebMoney, PayPal и тому подобное. На самом деле остается не вполне ясным, запрещает ли указ получать денежные средства на зарубежные счета от третьих лиц, как от нерезидентов, так и от резидентов. Будем ждать еще дополнительную информацию по этому поводу. 1 марта был также подписан президентом указ номер 81, который дополнил ранее принятые временные экономические меры. В соответствии с данным указом, со 2 марта в России запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты, это векселя, банковские чеки, в такой валюте в сумме превышающие эквивалент 10 тысяч долларов США по официальному курсу ЦБ на дату вывоза. Кроме того, со 2 марта устанавливается особый порядок осуществления резидентами отдельных сделок с иностранными лицами, которые связаны с государствами, принимающими в отношении российских граждан на организации ограничительные меры, так называемое недружественное государство. Надо сказать, что реестр перечень недружественных государств у нас открыт, постоянно пополняется, поэтому, в общем-то, этот момент тоже нужно отслеживать. Особый порядок применяется в отношении сделок и операций по предоставлению указанным лицам кредитов и займов в рублях, кроме случаев, когда такие операции запрещены законодательством РФ, а также в случае, клякнущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, недвижимое имущество, осуществляемых с указанными лицами. Осуществлять такие сделки можно только на основании разрешений, которые выдает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия исполнения таких сделок. Очень важный вопрос в нынешних условиях – это вопрос репатриации валютной выручки. Все с этим сталкиваются, участники внешнеэкономической деятельности. В принципе, это и в обычных условиях достаточно такая насущная проблема. Напомню, что такое репатриация. Репатриация валютной выручки определено законом 173 о валютном регулировании и валютном контроле. Текущее законодательство обязывает экспортеров, кроме несырьевых, сообщать банков точные сроки, прописанные во внешнеторговых контрактах, и перечислять валютную выручку на счета в российских банках в соответствии с этими сроками. На самом деле аналогичное требование возлагается и на импортеров, в частности, на возвраты валютных авансов, уплаченных за рубеж, за товары, которые оказались не поставлены. В нынешних условиях это высокие риски непоставки товаров, потому что многие поставщики, в принципе, даже если нет прямых запретов по товарам двойного назначения, они могут, в принципе, из своей политической позиции отказываться поставлять товар российским компаниям. Поэтому тут вопрос, на самом деле, остается открытым. Напомню, что если выручка или аванс пришли в банк с опозданием хотя бы на один день, компанию штрафуют, и какие штрафы предусмотрены за нарушение сроков репатриации. За каждый день просрочки нужно заплатить одну 150-ю ключевой ставки ЦБ, если в итоге валютный выручок возвращена все-таки в Россию. Ну и плюс ко всему штрафы за невозврат составляют от 5 до 30% от суммы средств, которая должна быть репатриирована. Это речь идет о валютных оплатах. Что могу сказать по поводу позиции нашего правительства, контролирующих органов валютных? На самом деле сейчас рассматривается возможность смягчения ответственности экспортеров за нарушения при получении валютной выручки, которая осложнилась из-за санкций. Такая мера содержится в одной из версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. На самом деле это подтвердила пресс-служба Минфина. Ожидаемый эффект от меры – это снижение административной нагрузки и исключение рисков необоснованного привлечения к уголовной ответственности за валютные операции при ведении внешнеэкономической деятельности. О пересмотре норм валютного законодательства, в частности, просила Ассоциация Банковской, Банков России в письме правительства. Заинтересованность банков объясняется тем, что по операциям российских компаний с иностранными покупателями кредитные организации выполняют функцию агентов валютного контроля. И Ассоциации Банков России считают необходимо освободить экспортеров от ответственности за просрочки при получении валютной выручки, которая может возникать в условиях западных санкций. Что конкретно предлагается? Из-за санкций бизнес, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также постсанкционные банки столкнулись с трудностями при международных расчетах в валюте, с логистическими проблемами, об этом тоже всем известно, с боями поставок, увеличением сроков, ростом транспортных и иных расходов. По оценке Ассоциации, эти факторы могут ввести к нарушению валютного законодательства по непредвиденным причинам. И для снижения административной нагрузки на участников ВЭД банки сейчас предлагают исключить риски штрафов для экспортеров за просрочку получения валютной выручки за поставленный товар, также смягчить требования к срокам репатриации валютной выручки и не предъявлять санкции по различным нарушениям при оформлении, переводе или закрытии контрактов по экспортным сделкам. Что касается ответственности в рамках последних нормативных актов, связанных с обязательствами по продаже экспортной выручки. На самом деле, статья 15.25 КУАП предусматривает меры за нарушение валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования. В частности, часть 1 статьи 15.25 КУАП плечет наложение административного штрафа на граждан, лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц в размере от 75 до 100% суммы незаконной валютной операции. Но при этом отмечу, что валютное законодательство – это, прежде всего, закон 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле и принятые в соответствии с этим законом иные федеральные законы. И, как отмечалось выше, органами валютного контроля являются ЦБ, РФ и правительство РФ. Следовательно, указ президента, по сути, к валютному законодательству и актам валютного регулирования не относится. По сути, данная статья не должна применяться. Но, учитывая, что часть третья, статья 15-25, она была исключена вместе с обязательствами участника внешнеэкономической деятельности продавать выручку в январе 2007 года. Она ушла вместе с требованием о продаже выручки. В общем-то, и были изменены основания для привлечения ответственности. Поэтому, по сути, это остается единственная статья, которая, скорее всего, будет применяться. Поэтому мы должны понимать, что вот эти цифры от 75% до 100% суммы за не проданную экспортную выручку может быть применена в данных конкретных условиях. Кроме того, могу сказать, что нельзя исключать со стороны банка возможности блокировки счетов, поскольку здесь вступают уже в действия 115 ФВЗ, легализация и противодействие коррупции. На этом у меня все, коллеги. Анна, спасибо большое, прекраснейший доклад. В чате у нас уже ждут, вернее, вас уже ждут вопросы. Удобно ли вам будет туда заглянуть? Я прошу прощения, у меня немножечко сегодня форс-мажор. Я отвечу с удовольствием на все вопросы постфактом и, в общем-то, оффлайн могу ответить. Мои контакты также есть. Хорошо, договорились. Спасибо большое. Вопросы мы все, друзья, обязательно соберем, перешлем Анне и затем поделимся с вами уже в письменной форме ответами. Поэтому дополнительных презентаций будет еще один материал. Спасибо большое. И наши участники, Анна, я от себя лично желаю вам скорейшего выздоровления. Действительно, конечно, в таких условиях, как пишут участники, могут работать только волшебники. Но, скажем так, волшебники среди нас. Поэтому будем жить и работать. Спасибо. Всем стойкости духа. Всего доброго. Друзья, мы с вами движемся дальше. И наша следующая тема касается налоговых изменений. Чтобы не случилось налоговые изменения, мы должны за ними следить и уже отражать в отчетности за первый квартал. Поэтому мы попросили рассказать о том, что нам нужно с вами обязательно сделать, какие налоговые изменения не пропустить. Нашего следующего спикера. Виктория Варламова, советник налоговой службы второго ранга, заместитель и руководитель отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогообложению компании «Правовестаудит», эксперт при Палате общественных уполномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы, аттестованный аудитор. Виктория, я с радостью приглашаю вас ко мне подключиться и передаю вам слово. Друзья, ждем ваши вопросы, Виктория, в чате прямо под онлайн-трансляцией. Всем добрый день. Сегодня я буду рассказывать о том, какие изменения по налогам ждут нас со дня на день. То есть их нужно будет учесть уже и при составлении отчетности за первый квартал. Изначально вы видели в плане, я собиралась рассказать об изменении ставки рефинансирования, то есть ключевой ставки банка, как она повлияла на налогообложение, но уже в первом чтении приняты поправки в налоговый кодекс, так называемая вторая волна антикризисных поправок. И я считаю, что они вот прям со дня на день уже будет третье чтение, поэтому там может быть дня через три мы уже получим изменение в налоговый кодекс. Поэтому я сейчас хочу остановиться на тех поправках, которые прошли первое чтение, и вот уже будет скоро третье. Сейчас так, почему-то вижу, где у меня. Так, сейчас, секунду. Да, то у меня пропали мои слайды. Сейчас еще раз попробую. Василия, подскажите мне, пожалуйста, видно ли мои слайды, все ли хорошо, потому что... Да, все хорошо. Да, сейчас все прекрасно. Спасибо. Все, потому что у нас иногда бывают такие накладочки. Итак, начну. Я сегодня расскажу об изменениях по налогу на прибыль, по НДС, то есть вот о тех поправках антикризисных, и прям буквально два слова о самых важных поправках, которые были внесены в налоговый кодекс в плановом режиме. Начну с изменения ключевой ставки, потому что, на мой взгляд, первое, что, можно сказать, ужаснуло налогоплательщиков, это изменение ключевой ставки банка, да, и это рост курса валюты. Вот что здесь сделано с точки зрения, в том числе, и налогообложения. Все знаете прекрасно, с 28 февраля ключевая ставка банка 28%, и, соответственно, Наталья уже сказала, это отражается и на размере пении, которое начисляется за неуплату налогов и страховых взносов. То есть не платить налоги, платить их с опозданием очень дорого становится. До 30-го дня просрочки, помните, пение мы начисляем из расчета 1,03 от ставки рефинансирования банка, да, то есть понятно, что это больше, чем 20% годовых мы должны заплатить за несовременную уплату налогов, а с 31-го дня у нас 1,150 ставки рефинансирования, то есть это более 40% годовых. Но уже приняты меры по снижению нагрузки на бизнес. Есть уже, как я сказала, законопроект, почему-то у меня не листает, сейчас. Есть уже законопроект, как я уже сказала, он принят в первом чтении, и в 22-м и в 23-м году не нужно будет применять повышенный размер пенис с 31-го дня просрочки платежа, то есть размер пени в 22-м и в 23-м годах будет рассчитываться из 1,03 за каждый день просрочки платежа. Но обратите внимание, вот если этот законопроект будет принят в том виде, в котором он прошел первое чтение, то отменят повышенные пени только с 9-го марта, то есть ставка рефинансирования у нас изменилась 28-го февраля, и если у вас, например, с 28-го февраля уже был долг по налогам, страховым взносам более 30 дней, значит, вот за этот период с 28-го февраля по 9-е марта нужно будет, соответственно, начислить пени из-за расчета 1,150 и применять ставку рефинансирования 20%. Вот на этот момент обратите особое внимание, если вы вдруг будете представлять уточненные декларации за прошлые периоды, вы знаете, чтобы нас не привлекли к ответственности за неуплату налогов при представлении уточненных, в которых налог доначисляется, мы должны заплатить недоимку и соответствующие пени. Вот этот момент отследите обязательно, чтобы сумма пени была рассчитана правильно, в том числе, когда будут внесены изменения в статью 75-ю. Что у нас еще? Увеличение ключевой ставки до 20% конечно отражается и на материальной выгоде от экономии на процентах за пользование заемными средствами, облагаемой НДФЛ. Напомню, что материальная выгода, облагаемая НДФЛ возникает, если физические лица получили займ или кредит под нулевые проценты, то есть беспроцентный займ или кредит, или займ или кредит под низкие проценты, менее чем 2 трети ставки рефинансирования банка, но получили этот кредит либо от работодателей, либо от взаимозависимых лиц. Причем материальная выгода рассчитывается на последний день каждого месяца и для расчета материальной выгоды, то есть есть она, нет ее, мы используем ту ставку ключевую, она же ставка рефинансирования, которая возникла на последний, которая действовала на последний день месяца. И то есть уже новую ставку рефинансирования 20% годовых, а 2 трети от 13,34 мы должны применить доходом физлиц за февраль. То есть 2 трети от 13,34% годовых. То есть если у вас в договоре с работником или взаимозависимым лицом меньше этой ставки годовых, то соответственно у работника или взаимозависимого лица, физического лица возникает материальная выгода, облагаемая НДФЛ. Но и в этой части уже есть изменения. Значит, если законопроект будет принят, то до 2023 года включительно материальная выгода от экономии на процентах по займам и кредитам по тем договорам, которые будут заключены физическими лицами, то есть которые заключены физическими лицами с работодателями, облагаться НДФЛ не будет. Вот. Так, куда-то я не туда перелеснула, прошу прощения. То есть облагаться НДФЛ не будет. Поэтому вот то, что я сейчас сказала о расчете материальной выгоды от экономии на процентах, будет актуально только для тех физических лиц, которые получили займы или кредиты под низкие проценты от взаимозависимых лиц неработодателей. Вот при получении займов или кредитов от взаимозависимых лиц у физлиц по-прежнему будет возникать материальная выгода от экономии на процентах, облагаемая НДФЛ. Если получили кредит-заем от работодателя, то на 2022-2023 год такие доходы от НДФЛ будут освобождены. Кстати, в продолжение темы, помните, первый раз мы должны были платить НДФЛ по процентам, которые нам начислял банк. И если эти проценты больше определенной величины, то есть мы должны были платить НДФЛ по доходам в виде процентов от размещения денег в банке на наших вкладах. Так вот, если проект будет принят, я думаю, что он будет принят, то проценты, которые мы получим в банках, уже получили в банке за 2021 год и получим в 2022 году, тоже будут освобождены от НДФЛ. То есть вот такие вот поправки. А на что еще повлияла ключевая ставка Центробанка? Она влияет на порядок учета процентов по долговым обязательствам в доходах и расходах по контролируемым сделкам. Напомню, что если вы выдали или получили займ от взаимозависимого лица, и эта сделка признается контролируемой, то вы можете учесть в расходах или доходах проценты по этому долговым обязательствам без определения их рыночной стоимости, то есть по факту, если ваши проценты по договору укладываются в интервал, установленный статьей 269. То есть по рублевым займам отдельный интервал, по валютным займам свой интервал, по взаимоотношениям между резидентами один интервал, между резидентами и нерезидентами другой интервал. И он зависит от ключевой ставки банка. Сейчас для кого изменение ключевой ставки может повлиять на этот интервал? Для тех налогоплательщиков, которые получили или выдали займы, кредиты по условиям договоров, которых ставка по этим займам и кредитам может меняться. Тогда мы должны брать интервал и ключевую ставку для расчета этого интервала на последний день каждого месяца. Сейчас, если говорить о рублевых долговых обязательствах по договорам, которые являются контролируемыми сделками между двумя резидентами, для примера возьмем, то этот интервал составляет от 75 до 120% ключевой ставки. То есть в переводе на ставку для финансирования 20%, на ключевую ставку 20%, этот интервал составляет от 15 до 25% годовых. Но, опять же, есть уже проект, который принят в первом чтении. И если его примут, этот интервал будет расширен. То есть, по сути, вернется антикризисный интервал по контролируемым сделкам, который был еще у нас в 2020 году. То есть вот этот интервал по рублевым долговым обязательствам, по сделкам между двумя резидентами, по контролируемым сделкам между двумя резидентами, в частности, будет расширен. Будет составлять от 0 до 180% ключевой ставки банка. То есть он будет составлять от 0 до 36% годовых. И поэтому, если вы получили или выдали беспроцентный займ резиденту в рублях, то это, то есть нулевая ставка будет считаться рыночной. То есть никакие рыночные цены в этом случае, рыночную стоимость процентов определять будет не нужно. Если вы получили займ по контролируемой сделке даже по 36% годовых, все 36% годовых, в моем примере, если по условиям договора проценты могут изменяться, вы сможете учесть в расходах, не определяя рыночные цены. Но это уже такие изыски, скажем так, бухгалтерские. Но не так часто возникают эти ситуации. Также увеличение ключевой ставки центробанка отражается на сумме убытков, которые мы можем признать от уступки права требования до наступления срока платежа. Напомню, если мы уступаем право требования долга после наступления срока платежа, как правило, мы это делаем с убытком, то этот убыток учитывается в расходах в обычном порядке, то есть без каких-либо ограничений. Но если мы уступаем право требования по договору, вытекающему из договоров на реализацию товаров, работ, услуг, и уступаем право требования до наступления срока платежа, то этот убыток нормируется. И норматив мы можем считать двумя способами. Первый способ, исходя из рыночных цен, честно сказать, даже не знаю на что, видимо, на услуги факторинга. Но этот способ я еще ни разу не видела, чтобы кто-то применял. И второй способ, мы берем вот этот интервал, то есть максимальную ставку из интервала для контролируемых сделок по долговым обязательствам. То есть на сегодняшний момент, пока в налоговом кодексе максимальный интервал по рублевым долговым обязательствам составляет 125% ключевой ставки, то есть из расчета 25% годовых, получается, мы берем и рассчитываем убыток. А если будут приняты поправки, то этот интервал будет увеличен до 180% ключевой ставки, то есть убыток от уступки права требования до наступления срок платежа мы будем рассчитывать уже исходя из 36% годовых, если ставка рефинансирования останется также на уровне 20%. То есть на всякий случай напомню, предположим, у вас долг за товаро-работу услуги 1 миллион рублей, вам должен покупатель заплатить через 2 недели, но вы хотите деньги сейчас, вы уступаете право требования долга в 1 миллион рублей, например, за 800 тысяч. Хотите 800 тысяч сейчас, чем там миллион через 2 недели. То есть у меня в моем примере убыток 200 тысяч. Как я должна посчитать, какую сумму убытка я могу учесть в расходах для налога на прибыль? То есть я беру эти 800 тысяч, которые я получила от уступки права требования и считаю из расчета или вот на сегодняшний момент 25% ставки годовых, а если будут приняты изменения расчета 36% годовых, сколько за эти 14 дней до наступления срока платежа у меня получится какая сумма процентов на мои 800 тысяч, которые я получила от уступки права требования. То есть если эта сумма получится более моего реального убытка, значит в расходах я признаю в моем примере 200 тысяч реальный убыток. Если эта сумма получится менее моего реального убытка, скорее всего так и получится, то в расходах я признаю ту сумму, которую рассчитала по этим правилам. Что у нас еще интересного? Как я уже сказала, также на налогообложении так или иначе отражается рост курса иностранной валюты. Здесь тоже принимаются определенные меры. Сначала в продолжение учета процентов по долговым обязательствам напомню, что если у вас есть долговые обязательства перед иностранными взаимозависимыми лицами, то если этот долг перед иностранными взаимозависимыми лицами, контролируемая задолженность в три раза превышает размер ваших чистых активов, а для банков и лизинговых компаний в 12,5 раз превышает размер чистых активов, то проценты по этим долговым обязательствам для расходов по налогу на прибыль нормируются. И этот норматив рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 269 налогового кодекса. Если законопроект будет принят, вот он уже прямо на подходе, то на 22-23 год по тем долговым обязательствам, которые у нас возникли еще до 1 марта 22 года, для расчета величины контролируемой задолженности мы будем применять курс не выше курса на 1 февраля 22 года. То есть если мы иностранцам должны денег, у нас долговые обязательства в иностранной валюте, то для расчета величины контролируемой задолженности мы будем брать курс иностранной валюты на последний день отчетного периода, но этот курс не должен быть выше, чем курс валюты на 1 февраля 22 года. А величину собственного капитала мы будем рассчитывать без учета курсовых разниц, которые возникли с 1 февраля 22 года на, соответственно, нашу расчетную дату, то есть на последний день соответствующего отчетного периода. То есть это уже было в коронакризисный период, да, вот аналогичные положения были введены, сейчас они, по сути, возвращаются, но уже применительно к нашей текущей ситуации. Другое интересное изменение – это учет положительных курсовых разниц. Значит, сейчас, вы знаете, мы переоцениваем требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте на последний день каждого месяца и на дату их погашения. Если будет принят законопроект, он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 22 года, будут внесены изменения в статью 271, которые будут говорить о том, что датой признания дохода в виде курсовых разниц является дата прекращения требований и обязательств. Из чего я могу сделать вывод, что если мы переоцениваем требования и обязательства, выраженные в иностранной валюте на последний день каждого месяца, и мы видим, что у нас возникает отрицательная курсовая разница. То есть у нас возникает расход, будем говорить вот так правильно, у нас возникает расход, то есть наш долг в иностранной валюте в пересчете на рубли вырос, или наоборот, долг, предположим, в иностранной компании перед нами уменьшился. В этом случае расходы мы признаем в целях налога на прибыль в обычном порядке. Никаких изменений в статью 272 налогового кодекса вот этот проект не вносит. Изменения будут внесены в 272 статью только с 23 года. То есть в 2022 году, получается, возник у меня расход в виде курсовой разницы, в том числе на последний день каждого месяца от переоценки обязательств и требований, я этот расход в виде курсовой разницы признаю. Если вдруг у меня вырос доход, то есть возник доход от курсовой разницы именно от переоценки требований, обязательств, например, я смотрю, опа, мне в иностранной валюте курс вырос, мне должны больше денег, чем долг был на предыдущую дату обрузки или на предыдущую дату переоценки. То есть мне должны денег теперь больше. У меня возник вне реализационный доход бы. В этом случае я такой вне реализационный доход от переоценки требований признавать не буду. Вот такие поправки будут внесены в статью 271. То есть я посчитаю курсовую разницу в этом случае тогда, когда мне действительно погасят мое требование или я наоборот расплачусь пусть той же иностранной компанией. И вот тогда я посчитаю доход от курсовой разницы, если он будет. То есть расходы я признаю в прежнем порядке, а доходы по виде курсовых разниц от переоценки требований и обязательств возникают у меня на дату платежа по сути. Я думаю, что с этой нормой, то есть я пока только стала изучать, это мой комментарий, это пока первое ощущение по этой норме, потому что думаю, дай-ка я изучу повнимательней те изменения, которые вступят со дня на день. Я не исключаю, что при более детальном изучении этих поправок там может быть какое-то иное трактование. То есть вдруг нам Минфин скажет тогда, как бы переоцениваете требования и обязательства исключительно на дату платежа, неважно, возникает у вас на последний день каждого месяца доход или расход. То есть не трогайте вообще эти требования и обязательства. То есть такое тоже возможно, но вот пока при моем прочтении первое ощущение получается так. Возникли у меня расходы по курсовым разницам от переоценки требований и обязательств, я их признаю. Если у меня возникли доходы, я их не учитываю, жду, пока я расплачусь или со мной расплатятся. Ну вот пока получается вот так. Вот. Что еще сейчас актуально? То есть по ограничению у нас видели, да, валютное законодательство, ограничение на перечисление валюты, в том числе на возвраты займов нерезидентам. Но насколько я поняла, займы мы можем погашать в российских рублях, там нужно открыть специальный счет S. То есть уже такие вот поправки есть. Значит, но здесь что хотел сказать? Не исключено, что иностранная компания захочет просто простить нам долг по этому займу. Так вот, если законопроект будет принят, то статья 251, это доходы, не облагаемые налогом на прибыль, будет дополнена. От налога на прибыль будут освобождаться суммы прощенных долгов по займу, то есть всех долгов, насколько я понимаю, и тела займа, и начисленные проценты по займам и кредитам, если эти долги прощает иностранная компания, и договоры заключены до 1 марта 2022 года. То есть если нам иностранная компания простит долг по займу заключенному до 1 марта 2022 года, этот долг у нас налогом на прибыль облагаться не будет. Соответствующие изменения внесены и в пункт 18 статьи 250 налогового кодекса. Сейчас объясню. 265, прошу прощения, не 50, а 265 налогового кодекса. Что в этой норме напомню? Эта норма говорит о том, что при списании кредиторской задолженности по любым основаниям кредиторская задолженность включается в состав нереализационных доходов. Исключение из этого правила, как мы видим, представляют из себя всевозможные подпункты 21, пункты 1 статьи 251. И к этим исключениям будет относиться вот как раз случай прощения долга по займу иностранной компании. Но сразу возникает вопрос. Хорошо, иностранная компания мне простит долг по займу со всеми процентами, все, дохода облагаемым налогом на прибыль у меня не будет. А если мне долг простит иностранный гражданин, например, учредитель моей компании, будет ли у меня возникать налогооблагаемый доход по прибыли? Или, может быть, долг по займу захотят мне простить российские участники, в том числе и российская компания? Будет ли у меня возникать налогооблагаемый доход от прощения долга по займу? В частности, можно ли воспользоваться под пунктом 11, пунктом 1 статьи 251 налогового кодекса, который освобождает от налога на прибыль, будем говорить, подарки от учредителей с долей в уставном капитале не менее 50%. К сожалению, формально, среди исключений, которые не включаются в состав налогооблагаемых доходов при списании кредиторки, вот этого под пунктом 11, пунктом 1 статьи 251, освобождающего от налога на прибыль подарки от учредителей с долей не менее 50% нет. И Минфин еще разъяснял в 2021 году, что при прощении долга участниками своей компании, при прощении долга по займу, у компании возникает нереализационный доход в виде списания кредиторской задолженности. То есть при прощении долга по займу у компании, компания не получает ни имущества, ни имущественных прав, которые могли бы освобождаться от налога на прибыль на основании под пункта 11, пункта 1 статьи 251. Поэтому из этих разъяснений Минфина получается, что если долг по займу, в том числе по процентам, прощает вам российский учредитель или иностранный участник, физическое лицо, то независимо от его доли в уставном капитале, если вы не готовы спорить с налоговыми органами, вся сумма прощенного долга по займу и само тело займа и процента должно быть включено в состав нереализационных доходов, как списанная кредиторка. И с нее, значит, нужно заплатить налог на прибыль. Я не исключаю, что с этим можно поспорить. И раньше Минфин, по крайней мере, говорил о том, что при прощении тела займа дохода не возникает у компании, которые простили тело займа и ее участники с долей не менее 50%. Ну, как видим, в более поздних разъяснениях Минфина позиция, можно сказать, изменилась. Ну, по крайней мере, суды поддерживали, что при прощении тела займа, вот тело займа в доходах не должно учитываться, если доля участника составляла не менее 50%. Ну, тогда должна была более 50%, да, вот старые судебные решения. То есть здесь есть, как это, скажем так, есть возможность выиграть в суде, что тело займа не должно включаться в состав налогооблагаемых доходов, если этот займ простили участники с долей не менее 50%. Вот. Но проценты однозначно, прощенные проценты по займам, если это сделала не иностранная компания, да, или по договорам заключенным после 1 марта 2022 года, нужно будет облагать налогом на прибыль. Что у нас еще интересного ждет нас в ближайшее время? Вот этот проект все тот же, о котором я говорю, который был принят в первом чтении, предусматривает, что можно изменить порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в течение 2022 года. То есть у нас уже такая мера была, помните, в коронакризис. Если вы сейчас уплачиваете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, то вы можете в течение всего 2022 года, когда захотите, по сути, перейти на уплату авансовых платежей ежемесячных, исходя из фактически полученной прибыли. Для этого нужно будет представить уведомление о том, что вы хотите перейти на уплату авансовых платежей по факту. Если вы хотите перейти по итогам трех месяцев 2022 года, то есть по итогам марта, такое уведомление нужно будет представить не позднее 15 апреля. Если вам захочется перейти на уплату авансовых платежей по факту по итогам января-апреля, то есть по итогам четырех месяцев, такое уведомление нужно будет представить не позднее 20 апреля. И так далее. Уже, я думаю, что бланк уведомления был утвержден письмом ФНС еще в 2020 году, ничего там поменяться не должно, по крайней мере, можно взять за основу именно эту рекомендуемую форму и формат такого уведомления о переходе на уплату авансовых платежей по фактической прибыли. В материалах к вебинару все будет. Но что нам дает переход на уплату авансовых платежей, исходя из фактической прибыли? По сути, это отсрочка уплаты авансовых платежей на один месяц. То есть авансовые платежи в течение квартала за март мы должны, в частности, заплатить не позднее 28 марта. А если нам по итогам трех месяцев захочется перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли, то авансовый платеж за март мы заплатим не позднее 28 апреля. И то, если у нас вдруг прибыли не случится за март по отношению, то есть за, скажем так, за февраль была прибыль, за январь-февраль была прибыль, которая облагается налогом на прибыль, мы заплатили там авансовые платежи из расчетной величины. А по итогам января-марта прибыль снизилась, потому что у нас в марте, например, там какие-то убытки случились. То есть вероятность того, что по итогам января-марта, то есть за март фактически, не позднее 28 апреля, нам вообще ничего платить не придется. То есть здесь нужно просчитать, выгодно нам перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли, или нет. То есть вы должны прекрасно понимать, что если вы перейдете на уплату авансовых платежей по фактической прибыли, эту декларацию по прибыли, вам придется представлять в налоговую инспекцию каждый месяц. Также в пакете поправок в налоговый кодекс есть льготы для IT-компаний. Причем не только налоговые, IT-компаниям собираются дать и льготные кредиты, и гранты на разработки, и субсидии на приобретение жилья для их сотрудников, и для увеличения зарплаты сотрудников IT-компаний. И также предполагается, что у IT-шников будет нулевая ставка по налогу на прибыль. Это все в соответствии с указом президента. И в проекте федерального закона, который будет вносить изменения в налоговый кодекс, уже это отражено. То есть сейчас у нас у IT-компаний 3-процентная ставка налога на прибыль в федеральный бюджет, по проекту будет ноль, в том числе и в федеральный бюджет. Но условия для применения льготной ставки по налогу на прибыль для IT-шников остались прежние. То есть это документы о госаккредитации, средняя списочная численность не менее 7 человек, и доля специализированных доходов, то есть доходов от разработки, адаптации, модификации программных продуктов, собственных разработок или адаптации, модификации и техническому сопровождению программных продуктов чужих, которые в том числе были модифицированы и разработаны этой IT-компании, ой, модифицированы и адаптированы этой IT-компании, должен составлять не менее 90%. То есть условия пока остались прежними. И это несмотря на то, что по указу президента также должны быть приняты меры для получения льгот IT-компаниями, которые оказывают рекламные услуги в интернет или оказывают дополнительные услуги с использованием приложений. Поэтому я думаю, что это пока только первоочередные поправки для IT-компании, то есть пока им установили нулевую ставку по налогу на прибыль, она будет применяться с 1 января 2022 года, понятно. А потом еще будут какие-то дополнения для освобождения, для предоставления льгот тем IT-компаниям, которые оказывают рекламные услуги в интернет или осуществляют услуги по разработке приложений. Ну и у IT-компаний, напоминаю, по-прежнему страховой тариф льготный с 2021 года он составляет 7,6%. Вот, что у нас еще интересного? То есть чтобы IT-компании получили всевозможные льготы, одно из условий, они должны иметь аккредитацию. На сайте Минцифры разъяснено, как IT-компаниям получить аккредитацию. Минцифры говорят, что это можно сделать буквально за один день, написав заявление в электронной форме через госуслуги, буквально за один день они могут получить госаккредитацию или отказ в госаккредитации. Вот, продолжение темы, будем говорить, интеллектуальной собственности. Хочу обратить ваше внимание, это уже поправки, которые приняты, которые уже действуют, это не проект федерального закона. Хочу обратить ваше внимание, что с 28 февраля расширен перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, расходы по которым в целях налога на прибыль учитываются с коэффициентом полтора. То есть, если вы потратили на НИОКР, например, 1 миллион рублей, то в расходах по налогу на прибыль вы сможете учесть полтора миллиона рублей. И самое главное, чтобы те работы, которые вы производите, были оговорены в перечне, утвержденном постановлением правительства. И с 28 февраля действительно значительно этот перечень расширен. То есть, там и те же айтишники, да, айти разработки, и самолетостроение, и приборостроение и так далее, да, то есть вот именно такие разработки. Поэтому посмотрите, не исключено, что если вы занимаетесь научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, то ваши работы уже в перечне, и вы можете сэкономить на налоги на прибыль, учтя в расходах затраты на НИОКР с коэффициентом полтора. Также совершенно уже, да, официально уже это действует с 1 января 22 года в статью 262 Налогового кодекса были внесены дополнения и расширили перечень расходов на НИОКР. То есть к расходам на НИОКР с 1 января 22 года стали опять, если можно так сказать, относиться расходы на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности. Если эти права на объекты интеллектуальной собственности приобретены исключительно для участия в НИОКР. То есть, например, вам нужен программный продукт, права на программный продукт для разработки там своего программного продукта, который, предположим, включен в перечень НИОКР, утвержденный постановлением правительства. Вы потратили там 500 тысяч рублей на приобретение прав на этот программный продукт, значит, 750 тысяч рублей, в моем примере, сможете учесть в расходах по налогу на прибыль. Вот эти изменения уже действуют. Ну и буквально несколько слов о поправках по налогу на прибыль, на мой взгляд, самых важных с 2022 года, о которых я хотела бы напомнить. Они уже действуют с 1 января 22 года. То есть это были пока антикризисные меры, да, я рассказывала. А теперь хочу обратить внимание на те поправки, которые действуют. Первое. Закреплена официальная позиция Минфина в налоговом кодексе о порядке учета расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств. То есть 1 января 22 года в налоговом кодексе совершенно официально оговорено, что независимо от достаточной стоимости основного средства, расходы на его модернизацию и реконструкцию учитываются через амортизацию. То есть они увеличивают первоначальную стоимость основного средства. То есть раньше Минфин тоже разъяснял, если вы модернизируете или реконструируете основное средство полностью с амортизированное, да, то нужно увеличить его первоначальную стоимость и расходы на модернизацию и реконструкцию будут учитываться через амортизацию. Также теперь уточнено, что если в результате реконструкции модернизации срок полезного использования основного средства не меняется, то применяется первоначальная норма амортизации. Напомню, норма амортизации – это единица, деленная на М. То есть если у меня срок полезного использования основного средства, например, 10 лет, то каждый месяц я по одной 120-й от первоначальной стоимости учитываю в расходах по налогу на прибыль. То есть если я вложила в модернизацию основного средства, например, 500 тысяч, то на эти 500 тысяч я увеличу первоначальную стоимость основного средства и дальше, опять же, по одной 120-й от увеличенной первоначальной стоимости буду признавать расходы на амортизацию. Понятно, что я буду амортизировать основное средство за пределами срока полезного использования. Но отмечу, что несмотря на то, что до 2022 года формально в налоговом кодексе было оговорено, что мы для расчета амортизации используем оставшийся срок полезного использования, эту позицию можно было оставить только в судебном порядке. Минфин считал, что и до 2022 года нужно было использовать прежнюю норму амортизации, то есть единица, деленная на Н, на срок полезного использования. Что еще у нас с этого года? Безусловно, самое главное нововведение по налогу на прибыль, которое так или иначе многих компаний не затрагивает, это новый порядок учета лизингового имущества. По новым договорам, то есть по тем договорам, которые заключены у вас с 1 января 2022 года, только лизингодатель может амортизировать лизинговое имущество. Он это может делать с повышающим коэффициентом, не выше трех, исключение, как и прежде, составляет основные средства первой, третьей амортизационной группы. Лизингополучатель учитывает в расходах только лизинговые платежи. Причем, если в договоре написано, что в лизинговые платежи входит и выкупная стоимость, то лизинговые платежи учитываются в целях налога на прибыль за минусом выкупной стоимости. Аналогичную позицию ранее озвучивал и Минфин. По старым договорам, по тем договорам лизинга, которые действовали на 1 января 2022 года, вы продолжаете учет для налога на прибыль по старому. То есть так, как вы это делали до 2022 года. Что еще у нас интересного? Ну и продлили до 2024 года включительно ограничение на перенос убытков на будущее. То есть если у вас, например, по итогам 2021 года возник убыток 1 миллион рублей, а в 2022 году вдруг появилась какая-то прибыль, например, 500 тысяч по итогам первого квартала, то вы сможете эту прибыль уменьшить на убыток 2021 года не более чем на 50%. То есть с 250 тысяч в моем примере придется заплатить налог на прибыль. То есть до нуля мы не можем уменьшить текущую налоговую базу на убытки прошлых лет. Вот такой порядок продлили до 2024 года включительно. Есть и антикризисные, вернемся теперь к антикризисным поправкам, есть, как ни странно, и антикризисные изменения по НДС. Опять же, это пока проект. И если он будет принят, то действительно с 1 апреля 2022 года, Наталья уже сказала об этом несколько слов, вводится нулевая ставка НДС по двум услугам. Услуги, первый вид услуг, это услуги по предоставлению в аренду или пользование объектов туристской индустрии. Причем не по всей аренде вот этих объектов, а только тех объектов, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, и включены в реестр. Этот реестр будет вестись в соответствии с постановлением правительства. То есть получается при предоставлении новых, будем говорить так, упрощенно, при предоставлении в аренду или, например, в тоже безвозмездное пользование новых объектов туристской индустрии, будет применяться у арендодателей, индивидуальных предпринимателей, организацию нулевая ставка НДС. Второй вид услуг, это, наверное, ближе к делу, потому что что такое объекты туристской индустрии? Я посмотрела, гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы. То есть, по сути, предоставление в аренду новой гостиницы будет облагаться по ставке 0% с 1 апреля 2022 года. А также нулевая ставка НДС с 1 апреля в соответствии с проектом пока будет введена на предоставление мест для временного размещения, для временного проживания в гостиницах и иных объектах размещения. То есть, я так понимаю, кемпинги, гостиницы и так далее, хостелы всевозможные будут применять нулевую ставку НДС, конечно, если они платильщики этого налога. Нулевая ставка НДС по услугам гостиниц, по предоставлению, например, проживания в гостинице, будем говорить упрощенно, будет применяться до 30 июня 2027 года. А если места будут предоставляться вот в новых объектах туристской инфраструктуры, индустрии, то нулевая ставка будет применяться в течение пяти лет с момента введения в эксплуатацию вот этого объекта туристской индустрии, включенного в реестр, утвержденный постановлением правительства. То есть, на мой взгляд, самое главное, какой вывод сделать. То есть, те, кто предоставляет в аренду объекты туристской индустрии, их единицы, да, гостей незначительно больше. То есть, у гостиниц будет нулевая ставка НДС по предоставлению мест для проживания. Вот, что означает нулевая ставка, если вы на общей системе налогообложения? Это значит, что вы вправе принимать к вычету входной НДС под эту нулевую ставку. Но вместе с декларацией по НДС, где вы заявили нулевую ставку, нужно будет представить соответствующий пакет документов подтверждающих ставку. Прошу прощения, то есть, я не могла предвидеть, что тут соседи начнут ремонт. Ну, что делать? То есть, я бы к ним, безусловно, сходила. Вот, какие самые важные поправки по НДС, на что мне хотелось бы обратить внимание, на поправки, которые уже приняты с 22 года. С 22 года больше организаций, индивидуальных предпринимателей могут уплачивать НДС межценовой разницы. Я думаю, что в первую очередь это касается тех магазинов, которые перепродают имущество, приобретенное у физических лиц. То есть, это скупки, это автосалоны. И сейчас, я думаю, что объем перепродажи бушных вещей от физических лиц будет больше. Значит, с 22 года уплачивать НДС межценовой разницы могут не только автосалоны, которые приобрели автомобили у физических лиц для перепродажи, но и автосалоны, которые приобрели мотоцикл у физических лиц именно для перепродажи. Также НДС межценовой разницы будут уплачивать те организации, индивидуальные предприниматели, которые приобрели у физических лиц для перепродажи бытовую технику и электронику. Но не просто бытовую технику и электронику, а по перечню, утвержденному постановлением правительства. В материалах вебинара этот перечень, безусловно, есть. Так вот, самое главное, что здесь нужно обратить внимание, что вот это, ну, льгота, не льгота, это, конечно, не льгота, да, это такой порядок уплаты НДС с межценовой разницы применяется только в том случае, если вы эти вещи у физических лиц приобрели именно для перепродажи, то есть поставили на 41 счет. Если вы тот же ноутбук купили для нужд компании, а потом будете продавать бушный ноутбук, приобретенный у физлица, или вы приобрели автомобиль у физлица для нужд компании, основное средство, да, потом будете его продавать, то вы заплатите НДС с общей продажной стоимости, не с межценовой разницы. То есть вот это, будем говорить, льготное налогообложение для скупок, да, для автосалонов по системе трейд-ин и так далее. Самое интересное изменение, на мой взгляд, с 1 января 22 года касается услуг общепита. Услуги общепита с 1 января 22 года освобождены от НДС, но при выполнении определенных условий по итогам 21 года, напомню, чтобы в 22 году услуги общепита освобождались от НДС, нужно было выполнить по итогам 21 года два условия. Общая сумма доходов по данным налогового учета не должна была превышать 2 миллиардов рублей, и удельный вес именно доходов от общественного питания в общей сумме доходов за 21 год должен был составлять не менее 70%. То есть, если у вас промышленная компания, там есть столовая в этой промышленной компании, то понятно, что столовая не могла выполнить вот в этой промышленной компании такой объемный вес по учету, по своим специализированным доходам. Поэтому в моем примере столовая при промышленной компании, ее обособленное подразделение не может с 22 года применять освобождение от НДС, потому что не будет выполняться условия по выручке. Вновь созданные компании и пешники могут применять освобождение по услугам общепита в 22-м и в 23-м году. То есть, если они созданы, будут, соответственно, в 22-м и 23-м году без каких-либо условий. Но самое главное, то есть здесь я понимаю, что организации общественного питания уже знают об этой льготе. Самое главное, ради чего я затеяла разговор об этой льготе. Хочу напомнить, что сейчас мы будем создавать декларацию по НДС за первый квартал. Никто декларацию по НДС не отменял. И поскольку услуги общепита с 1 января 22-го года освобождаются от НДС, то не забудьте в первом квартале восстановить НДС по тем товарам, работам, услугам, которые начали у вас использоваться в необлагаемых операциях. То есть нужно будет восстановить НДС по, будем говорить, продуктам, из которых вы сделали уже необлагаемые блюда в 22-м году. Нужно будет восстановить в первом квартале НДС по оборудованию, которое вы начали использовать в необлагаемых операциях. То есть вот основная нагрузка на общепит по НДС придется именно на первый квартал. И что касается недвижимости, если, например, у вас есть в собственности здание кафе или столовой, то НДС по недвижимости восстанавливается в особом порядке в четвертом квартале на основании статьи 171.1, то есть каждый год из десяти в четвертом квартале. То есть это не первый квартал 22-го года. И также хочу напомнить, что за первый квартал по НДС мы будем представлять обновленную форму декларации. В частности, в разделе первом там появились новые строки для тех, кто возмещает НДС в заявительном порядке. Вот. Ну, я сегодня и так много времени заняла. И изначально я предполагала рассказать о других антикризисных мерах. И, как уже сказала Наталья, все антикризисные меры мы собираем на нашем сайте, нашем телеграм-канале. Вот мы сегодня говорили о том, что ставка рефинансирования, ключевая ставка банка увеличена была до 20%. В связи с этим подорожали кредиты. И на нашем сайте, и в моей презентации вы можете найти ссылки, в том числе и на проекты федеральных законов, и на уже принятые постановления правительства, которые регулируют вопросы предоставления кредитов, льготных кредитов. То есть уже есть мероприятие по предоставлению кредитных каникул в определенных отраслях экономики, уже утвержден этот перечень, 70 кодов, есть постановления о предоставлении, например, льготных кредитов сельхозпроизводителям, вот как вы видели, IT-компаниям и так далее. То есть подробно я, конечно, об этом сегодня уже рассказывать не буду. Вот, то есть все вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале, в Яндекс.Дзен, в ВКонтакте и в Одноклассниках. Можете скачать, то есть из презентации перейти и подписаться на наш канал. Ну, вот, и если раньше мы говорили о том, что следите за вашим налоговым здоровьем компании, следите за вашими налоговыми рисками, мы готовы провести системный комплекс на аудио со страховкой от налоговых претензий, с поддержкой нашими налоговыми юристами, в случае, если такие претензии возникнут, да, и с поддержкой ингострах, которая компенсирует штрафы и пение в случае доначисления налогов по результатам проверок, в которых мы провели системно-комплексный аудит, то теперь мы меняемся, каждый день все что-то меняется, и мы тоже меняемся, без этого никак, да, хочешь стоять на месте, надо бежать, как говорится. И как уже сказала Наталья, мы теперь предлагаем оптимизационный аудит, это, по сути, аудит управленческого учета, где наши специалисты по управленческому учету могут подсказать, какие расходы компании можно сократить, как сократить дебиторскую задолженность, как проконтролировать сохранность активов и так далее, то есть это может быть отдельной опцией в рамках обычного аудита, да, может быть и отдельной услугой, все, то есть, зависит от вас. И перейдя по QR-коду, вы можете узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании. Вот, пока все, что я хотела рассказать по налогам, рассказала, то есть мы видим, что большая часть еще антикризисных поправок на уровне проекта принят в первом чтении, был 11 марта, но не исключено, что прямо сегодня второе-третье чтение пройдет, уже через два дня это будет реальный федеральный закон, поэтому смотрите, следите, то есть я вас сориентировала, к чему готовится уже, что реально принято, и теперь, если есть, я готова отвечать на вопросы. Да, Виктор, спасибо большое, вопросы, конечно, есть, они уже ждут вас в чате. Так, с какого периода будут считать проценты по новым правилам, если проект примут? Значит, если проект примут, тут, к сожалению, Ирина, не очень понятно, о каких именно процентах идет речь, значит, если идет речь о процентах по контролируемым сделкам, да, то будут считать проценты по контролируемым сделкам вот в пределах интервала, начиная с 1 января 2022 года, то есть эта норма будет применяться, если проект примут с 1 января 2022 года. Вот, если речь идет, собственно говоря, о контролируемой задолженности перед иностранными взаимозависимыми лицами, то там тоже, да, мы считаем норматив процентов здесь, там мы считаем величину собственного капитала и так далее, то это тоже будет применяться, по сути, с 1 января 2022 года. Другое дело, что у нас курс иностранной валюты для расчета собственного капитала все равно был меньше, чем на 1 февраля 2022 года, последний день отчетного периода, вот, поэтому, по сути, все поправки, да, по налогу на прибыль, о которых я говорила, будут применяться с 1 января 2022 года. А если мы выдолезаем в 2022 году нерезиденту под 2% годовых нашей аффилированной компании в Италии, эта ставка по проекту будет считаться рыночной. Получается, значит, если вы выдали займ нерезиденту, то если у вас, значит, вот давайте вот как это, как это мухи отдельно, извините, котлеты отдельно. Первое, да, что я должна уточнить, да, относится ли вот эта сделка по выдаче займа контролируемой? Если она не относится к контролируемой сделке, то у вас все проценты, да, то есть вы можете учитывать в расходах и доходах проценты, которые у вас предусмотрены договором. То есть вы уже не тестируете их на рыночность. Другое дело, что если, а, вы выдали займ нерезиденту, да, то есть вы на рыночность не тестируете. Если вот сделка по выдаче этого займа нерезиденту относится к контролируемым сделкам, то и вы выдали займ, тут нужно смотреть, да, в иностранной валюте или в российских рублях, то там тоже есть вилки, да. То есть если в иностранной валюте выдали нерезиденту, то в случае принятия проекта, если я не ошибаюсь, там минимальный интервал будет 0% годовых, вот. Поэтому, то есть мне нужно проверить, посмотрите пункт 1.2 статьи 269, да, то есть если у вас займ в иностранной валюте, то вы будете смотреть интервал в иностранной валюте. Вот, и там минимальный интервал, если я не ошибаюсь, по займам в иностранной валюте составляет 0% годовых. Поэтому при принятии проекта, да, в внесении изменений в налоговый кодекс, скорее всего, да, у вас будет вот эти 2% годовых, будем говорить, рыночными процентами. Если вы вдруг выдали нерезиденту займ рублевый, то после принятия проекта минимальный, вот это я точно помню, минимальный интервал будет начинаться от 75% ключевой ставки. Если я не ошибаюсь, 75% от 20% ставки составляет 15% годовых, да, вот, тогда ваши 2% дохода, получается, будут нерыночными. И то здесь я вот на самом деле не совсем правильно ответила на ваш вопрос. Почему? Потому что 75% от ключевой ставки текущей я должна взять для расчета того, рыночные, нерыночные эти проценты. Только в том случае, если моя сделка, если по условиям договора займа проценты могут меняться. Если по условиям договора займа, то есть вы выдали займ нерезиденту, проценты по договору не могут меняться, то есть вы выдали по 2% годовых, и все, да, тогда вы берете ставки или там вот раньше была евро, бор, да, а теперь там, ну, в зависимости от валюты по-другому они называются. К сожалению, на память не помню, как они теперь называются с 1 января 2022 года. Вот, а если это заем в рублях, то вы берете ключевую ставку банка на дату выдачи денежных средств. То есть если это было, когда вы выдавали займ в рублях вашему нерезиденту, ключевая ставка была 9,5%, тогда вы считаете 75% от ставки 9,5%. То есть здесь, Ирина, нужно разбираться, то есть в чем был займ, кому займ, резиденту, нерезиденту в рублях, валюте. По условиям договора может меняться ставка или не может, то есть от этого зависит, от того, на какую дату я должна брать ключевую ставку или ставки в иностранной валюте, на какую дату я должна это сделать. То есть здесь нужно еще много всяких исходных данных знать. То есть я надеюсь, что я вас все-таки как-то сориентировала. То есть статью 269 вы после внесения изменений прочитаете более внимательно. Так, а если мы выдали займ в 22 году нерезиденту, так, в нашей аффилированной компании в Италии отставка будет по проекту считаться рыночной. В принципе, а, ну это я уже прочитала, прошу прощения. Так, про доходы на выведение сразу до 24 года распространяются. А если не так? Про доходы, да, на выведение сразу распространяются до 24 года. Я так понимаю, что вопрос идет про доходы в виде курсовых разниц. Да, до 24 года мы учитываем доходы в виде курсовых разниц от переоценки требований и обязательств только на дату платежа. Но с 23 года на 23, на 24 предполагается, что в статье 272 тоже появится нововведение, и расходы мы тоже в виде курсовых разниц тоже будем учитывать только на дату платежа. Вот сейчас, я так понимаю, эти изменения нельзя было внести в налоговый кодекс, потому что формально они ухудшают положение налогоплательщиков. Их ведут только с 23 года на 23 и 24. Так, а если не простила, отсрочила выплату долга? Так, видимо, это вопрос, если иностранная компания сейчас не простила нам проценты и вообще сам займ, а просто отложила выплату долга. Но в этом случае отложила и отложила, никаких налоговых последствий в такой ситуации у нас не возникает. Другое дело, что я не знаю, что там с валютным законодательством, но учитывая, что если, например, тот же займ в иностранной валюте мы сейчас не можем погашать, займы в иностранной валюте резидентам из нетружественных государств, вот, можем это сделать, насколько я поняла, только в рублях, и иностранная компания, видимо, не хочет от нас рубли, лучше думает, пусть, значит, мы отложим уплату процентов по договору займа. Здесь, на мой взгляд, никаких налоговых последствий нет. Единственное, что вы рассчитываете для расходов проценты по долговым обязательствам, если это ваше взаимозависимое иностранное лицо, то вы рассчитываете, можете ли вы все суммы начисленных иностранцу процентов учесть в расходах по налогу на прибыль, или же вы должны посчитать норматив, потому что размер долгов в три раза превышает размер ваших чистых активов на последний день отчетного периода. То есть смотрите пункт 2 статьи 269. Какие последствия будут в случае пересмотра процентов займа без процентного с фиксацией курса валюты? Какие последствия будут в случае пересмотра процентного займа без процента из фиксации курса валюты займа? К сожалению, Ксения не очень поняла вопрос, в чем изюминка. То есть я должна была, я так понимаю, проценты, то есть я должна была валютный займ вернуть, и проценты по займу, в случае пересмотра процентного займа в беспроцентной. А теперь мне говорят, а давай, получается, те проценты, которые ты мне должен, наверное, это я уже фантазирую просто, ты заплатишь мне, получается, в рублях, наверное, или, ну вот здесь, к сожалению, фантазии мои могут быть только, то есть если у вас получается процентный займ превращается в беспроцентный займ, вы, я так понимаю, вы получили этот займ, то в расходах вы уже проценты по займу не учитываете. Вот, займ у нас не переоценивается в валюте для налога на прибыль. А что такое фиксация курса валюта займа? Да, то есть, ну, видимо, должны были там, условно говоря, тысячу евро, да, вместе с процентными. Теперь у вас беспроцентный займ, тысячу евро, да, но беспроцентный. Если вы получили этот займ, для вас никаких налоговых последствий нет. Да, то есть, и для вашей иностранной компании тоже я налоговых последствий здесь не вижу. Вот, то есть у вас совершенно точно от получения беспроцентного займа никаких налоговых последствий нет. Тем более, когда у нас сейчас, да, если займ в иностранной валюте будет снижен вот этот вот даже по контролируемым сделкам интервал до нуля процентов ставки, ключевой ставки банка. То есть, вот я здесь налоговых последствий никаких не вижу. То есть, вы зафиксировали беспроцентный займ, процентный превратился в беспроцентный, все, перестали учитывать расходы к сумме начисленных процентов, да, и вот на вскидку никаких налоговых последствий я не вижу. Отчетный период год. Если в следующем периоде меньше семи, то теряем право на льготу. Так, опять я, Михаил, должна догадываться. Видимо, это вопрос про льготы для IT-компании. Что может быть меньше семи? Наверное, среднесписочная численность меньше семи может быть. Значит, отчетный период, ну, опять же, по налогу на прибыль у нас первый квартал, полугодие, 9 месяцев налоговый период в год. Ну, в налоговом кодексе написано, что если вы не выполняете условия, в том числе по среднесписочной численности, то вы лишаетесь эти годы, начиная с 1 января, да, соответствующего года. Поэтому, получается, вы теряете льготу по налогу на прибыль, по страховым взносам не в следующем периоде, а с начала того периода, в котором эти условия были нарушены. Вот, то есть, например, по итогам полугодия у вас среднесписочная численность будет меньше семи человек. Значит, по итогам полугодия нужно будет пересчитать налог на прибыль по общеустановленной ставке и пересчитать страховые взносы по общеустановленной ставке. Учитываются частично занятые сотрудники по расчету среднесписочной численности. А, Валентина, к сожалению, вот на вскидку я не помню, сейчас объясню, почему. Потому что, ну, как-то проводила специализированный семинар для IT-компании, я разбиралась с этим вопросом. Дело в том, что там для налога на прибыль среднесписочная численность, если я не ошибаюсь, а для страховых взносов численность сотрудников. И численность и среднесписочная численность считаются по-разному. Причем по страховым взносам для мной созданных компаний, там, ну, условно я могу ошибаться, применяется среднесписочная численность, а для старых компаний численность. Поэтому вот на вскидку, да, я, понимаете, не каждый день консультирую IT-компанию, чтобы вот прям на вскидку вам ответить, поэтому, Валентина, есть разъяснение Минфина, как считается среднесписочная численность, то есть мы берем, да, и как считается численность, мы берем указания Росстата по расчету численности среднесписочной численности, а вот что именно, какую численность вам нужно рассчитать, вы четко посмотрите либо в 25 главе налогового кодекса, если речь идет о налогу на прибыль, либо в соответствующей статье 422, если я не ошибаюсь, по страховым взносам, то есть вот именно о какой численности, в каких случаях идет речь, к сожалению, вот я на вскидку не припомню, да, где среднесписочная численность, а где численность, по-моему, где страховой взнос, численность, а для прибыли среднесписочная, вот, и для прибыли, по-моему, совместители там даже не входят, поэтому здесь нужна, ну, уже тонкость, цена вопроса высока, поэтому лучше получить или письменную консультацию, да, или вот устную, но основываясь на нормах законодательства, то есть на вскидку не готова. Если мы разрабатываем ПО для своей компании, не для продажи, условия, они распространяются на нас? Да, да, могут распространяться, то есть если у вас научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, в том числе, да, это может быть разработка ПО, вы смотрите перечень, утвержденное постановлением правительства, какие именно вы ПО разрабатываете, да, то есть теоретически при разработке для себя, вот, при проведении НЕОКР именно для себя, даже не теоретически, а именно, да, при проведении НЕОКР для себя, только эта льгота, статья 262-я, и применяется. Компания владеет большим офисным зданием, где сами сидим, часть даем в аренду, услуги столовой выделили в отдельное юрлицо, льгота будет, но формально, если вы услуги столовой выделили в отдельное юрлицо, получается, в 2022 году, то да, вновь созданное юрлицо, столовая применяет освобождение от НДС с момента его создания без соблюдения других условий. Другое дело, Анастасия, все-таки позаботьтесь, скорее всего, потом налоговая вас спросит, а с чего вдруг вы открыли столовую в отдельном юридическом лице, это нужно будет обосновать. Уже такие судебные решения были, когда налоговые органы обвиняли в дроблении, искусственном дроблении бизнеса, столовую переводили там, например, в отдельное лицо для применения спецрежима и обвиняли в искусственном дроблении бизнеса, понятно. То юрлицо, из которого эта столовая выделилась. Мне известно положительное судебное решение, когда столовую выделяли из производственной компании, то есть когда гендиректор производства говорит, зачем мне еще думать, какое мясо закупать в эту столовую, какое меню там делать, а вдруг столовую закроют там с ампидемстанцией, еще что-то. Столовая самостоятельная единица, поэтому решили выделить ее в юридическое лицо, чтобы директор столовой сам этой столовой руководил. То есть у вас тоже должно быть готово обоснование, почему вдруг столовая с 22-го года захотелось выделиться и в отдельное юридическое лицо. То есть это должно быть обусловлено именно коммерческой необходимостью. Столовая просит независимости, то есть директор столовой хочет сам что-то там делать и по сути он не подчиняется головной компании, вашему офисному зданию, будем говорить так. То есть директор столовой сам там рулит этой столовой. То есть будьте готовы, что вопросы могут быть, тем более, если у вас одни и те же учредители, одни и те же руководители. Все, на все вопросы, которые были, я так понимаю, я ответила. Большое спасибо за вопросы. К сожалению, как видите, не на все сейчас можно ответить. Что-то просто специфические какие-то вопросы, не каждый день с ними сталкиваешься. Что-то еще не продумано, а по каким-то вопросам необходимы уточнения. Поэтому, ну, что делать. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что какую-то пищу для размышления, то есть для правильного направления в решении вашей ситуации я дала и была вам полезна. Большое всем спасибо, что слушали. Надеюсь, что все у нас будет хорошо. Прорвемся. Бизнес будет оставаться на плаву. Всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. Всем до свидания. Пишите, звоните, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши рассылки. Всех благ. До свидания. Спасибо большое, Виктория. Спасибо. Да, вот тот случай, когда Виктория, мне кажется, может ответить практически на любой вопрос. И если они у вас будут, вернее, когда они у вас будут появляться далее по мере работы, обязательно обращайтесь к нашим спикерам. Напомню, друзья, что видеозапись и презентации. Видеозапись, в принципе, останется прямо сейчас на этой же странице, где вы сейчас смотрите прямой эфир, поэтому можно будет поделиться с коллегами, вернуться, переосмыслить что-то, пересмотреть. Если вы были не сначала, то, соответственно, восполните этот пробел. Презентации мы выложим здесь же в ближайшее время, после этого будет рассылка, поэтому вы точно не пропустите. Спасибо большое, что были сегодня с нами и до новых встреч. Пусть у вас все будет хорошо. Продолжение следует...